Наш человек в Гаване. Забавная история. Наш человек в Гаване. Полагаю также, что не существует и начальника секретной службы, похожего на вымышленный мною образ. Грэм Грин. Часть первая. Глава первая. — Видите того негра, который идет по улице? — сказал доктор Гассельбахер, стоя у окна чудо-бара. — Он напоминает мне вас, мистер Ормолд. После пятнадцати лет дружбы он все еще добавлял мистер. В этом был весь доктор Гассельбахер. Дружба нуждалась в такой же медленной и глубокой проверке, как и диагноз. Когда у Ормолд будет при смерти и Гассельбахер придет пощупать его слабеющий пульс, тогда, может быть, он, наконец, станет для доктора Джимом. Негр был слеп на один глаз. Одна нога у него была короче другой. На голове ветхая фетровая шляпа, а под рваной рубахой проступали ребра, словно у корабля, с которого ободрали обшивку. Он шел по краю тротуара, вдоль желто-розовой колоннады, под знойными лучами январского солнца, и считал шаги. Когда он миновал чудо-бар, он успел насчитать 1369. Вступал он медленно, чтобы хватало времени произносить такие длинные цифры. Одна тысяча триста семьдесят. Негр был привычной фигурой возле Нейшнл-сквер, где он иногда останавливался и переставал считать, чтобы сбыть какому-нибудь туристу пачку порнографических открыток. А потом снова продолжал свой счет. К концу дня он, словно непоседливый пассажир на трансатлантическом судне, знал с точностью доярда, какой он сегодня сделал муцион. — Я напоминаю вам, Джо, — спросил Уормолд. — Не вижу никакого сходства, если не считать, конечно, хромоты. Тем не менее Уормолд инстинктивно взглянул на себя в зеркало с надписью «Тропическое пиво». Словно испугавшись, не стал ли он по дороге из своего магазина таким же дряхлым и черным, как Джо. Лицо, которое он там увидел, только немного поселело от строительной пыли, летевшей из порта. Это было его лицо, озабоченное и исчерченное морщинами лицо сорокалетнего человека, правда, моложе, чем лицо доктора Гассельбахера, однако всякий с первого взгляда сказал бы, что эти глаза погаснут раньше. В них уже лежала тень отпечаток тревог, которые не побороть никакими патентованными средствами. Негр проковылял мимо и скрылся за углом бульвара. В этот день тут было полно чистильщиков сапог. Я говорю не о хромоте. А вы не замечаете сходство? Нет. У него в жизни две задачи, объяснил доктор Гассельбахер, работать и считать. И он к тому же англичанин. Но я все-таки не понимаю. Уормолд освежил рот утренней порцией дайквири. Дайквири — название коктейля. Семь минут ходьбы до чуда бара, еще семь минут на обратный путь, шесть минут на дружескую беседу. Он поглядел на часы и вспомнил, что они на минуту отстают. Я хотел сказать, что он человек положительный, надежный. Вот и все, — с раздражением ответил доктор Гассельбахер. Как миле. Великолепно, — сказал Уормолд. Это был его неизменный ответ, но вполне искренний. Семнадцатого ей будет семнадцать, а? Да, он кинул беспокойный взгляд через плечо, словно кто-то за ним гнался, и снова посмотрел на часы. Придете распить с нами бутылочку? Не прими, ну, как всегда, мистер Уормолд. Кто у вас будет еще? Да я думаю, никого, кроме нас троих. Ведь Купер уехал домой, бедняга, умерло все еще в больнице, а Милли, мне кажется, не очень-то дружит с этой новой компанией из консульства. Вот я и думал, что мы посидим тихонько в семейном кругу. Я очень польщен, что меня считают членом семьи, мистер Уормолд. Может, закажем столик в Национале? Или вы считаете, что это не совсем прилично? Тут ведь ни Англия, ни Германия, мистер Уормолд. В тропиках девушки рано становятся взрослыми. В доме напротив с треском распахнулись ставни, а потом стали раскачиваться от морского ветерка и хлопать клик-клак, как старинный маятник. Уормолд сказал, мне пора. Пылесосы обойдутся без вас, мистер Уормолд. Это был день горьких истин. Как и мои пациенты, без меня добавил доктор добродушно. Люди болеют всегда, но покупать пылесос они не обязаны. Да вы и берете с них дороже. Но получаю всего 20%. Трудно что-нибудь отложить из этих 20%. В наш век ничего не откладывает мистер Уормолд. Мне нужно для Милли, если со мной что-нибудь случится. В наш век никто не верит в долголетие. Так стоит ли волноваться? Все эти беспорядки плохо отзываются на торговле. Кому нужен пылесос, если не работает электричество? Я мог бы одолжить вам небольшую сумму, мистер Уормолд. Нет, что вы. До этого еще не дошло. Меня тревожит не сегодняшний день, и даже не завтрашний. Я беспокоюсь за будущее. Ну, тогда уж вовсе нечего волноваться. Мы живем в атомный век, мистер Уормолд. Вот. Нажмут кнопку, и нас нет. Еще Лемочку, прошу вас. Да, вот новость. Знаете, что сделала фирма? Прислала мне пылесос атомный котел. Не может быть. Вот не знал, что наука пошла так далеко. Конечно, в нем нет ничего атомного. Он просто так называется. В прошлом году был турбореактивный, в этом атомный. А втыкать вилку в штепсель нужно, как и раньше. Стоит ли тогда волноваться снова, как ледь мотив, повторил доктор Гассельбахер, уткнувшись в рюмку. Они не понимают, что такое название может иметь успех в Америке, а не здесь, где духовенство без конца обличает науку, которую обращают во зло людям. Мы с Милли в воскресенье ходили в собор. Вы же знаете, как она любит, чтобы я ходил к обедни. Все еще надеется, что она ставит меня на путь истинный. Ну вот, отец Мендес и описывал там полчаса действия водородной бомбы. Те, говорил он, кто верит в рай на земле, превращают эту землю в ад. И довольно убедительно он все это говорил. Очень понятно. И как по-вашему, я чувствовал себя в понедельник утром, когда мне пришлось украсить витрину новым пылесосом атомный котел? Ничуть бы не удивился, если бы кто-нибудь из окрестно-головорезов побил мне стекла. Тут еще их союзы, католическое действие, Христос, Царь Небесный и вся эта дребедень. Прямо не знаю, что и делать, Гассельбахер. Продайте один пылесос от Сумендесу для епископского дворца. Его вполне устраивает наш Турбо. Отличная машина, да и это, конечно, неплохая. Усовершенствованный наконечник для книжных полок. Вы же знаете, я не стал бы продавать плохие вещи. Знаю, мистер Ормолд, а название переменить нельзя? Не позволят. Они им гордятся. Уверены, что ничего лучше. И не придумаешь после той знаменитой их рекламы. Все выбивает, пыль поглощает, пол подметает. Понимаете, они продают с моделью Турбо воздухочистительный фильтр. Ничего не скажешь, здорово сделано. Но вот вчера пришла какая-то женщина, посмотрела атомный котел и спросила, «Может ли фильтр такого размера поглотить все радиоактивные частицы?» «А как насчет стронца и девяносто?» Спросила она. «Насчет стронца и девяносто я могу вам выдать медицинскую справку. Неужели вы никогда не волнуетесь? У меня против треволнений есть свое секретное оружие, мистер Ормолд. Меня интересует жизнь. Меня тоже, но вас интересуют люди, а не жизнь. А люди умирают, бросают нас. Простите, я не хотел намекать на вашу жену. А если вас интересует сама жизнь, она вам никогда не изменит. Меня интересует плесень на сыре. Вы не любите решать кроссворды, мистер Ормолд? Я люблю, но они, как люди, всегда приходят к концу. Я могу покончить с любым кроссвордом в течение часа. А вот мое исследование плесени на сыре никогда не будет завершено, хотя человек мечтает, что в один прекрасный день как-нибудь я покажу вам мою лабораторию. Мне пора, Гассельбахер. Вам надо больше мечтать, мистер Ормолд. В наш век лучше не смотреть в лицо действительности. Когда Ормолд пришел в свой магазин на улице Лампарилья, Милли еще не вернулась из американской школы, где она училась. И хотя он увидел сквозь дверной стекло две фигуры, ему показалось, что в магазине пусто. Еще как пусто. И будет пусто, пока не появится Милли. Когда бы он не вошел в магазин, у него тоскливо сосало подложечкой, словно где-то внутри работал пылесос. И ощущения пустоты не могли заполнить покупатели, особенно такой, как вон тот, что сейчас стоял у прилавка, слишком лощеный для гаваны. Он читал английскую брошюру об атомном котле, подчеркнуто игнорируя приказчика. Лопес, человек горячий и не любит, когда его зря отрывают от испанского издания, конфиденшнл. Он взломно поглядывал на незнакомца и не старался заинтересовать его своим товаром. Добрый день, сказал Ормолд. Он смотрел на всякого незнакомого человека, вошедшего в магазин, с подозрением. Десять лет назад в магазин зашел какой-то человек, сделал вид, будто он покупатель, и ничего не подозревавший, Ормолд продал ему шерстяные очесы для полировки машин. Тот был ловким пройдохой. Ну, этот... Трудно представить себе кого-нибудь менее похожего на покупателя пылесоса, чем незнакомец, который стоял здесь сейчас. Высокий, элегантный, в легком сером костюме и очень дорогом галстуке. От него так и пахло морским курортом и кожаным креслом из какого-нибудь клуба для избранных. Так и казалось, он сейчас откроет рот и скажет, «Пасову вас скоро примет». Таким людям не приходится самим избавляться от пыли. За них это делает море или коммердинер. «Не понимаю я вашей тарабарщины», — ответил незнакомец. Вульгарный словечко как-то сразу испортило элегантный костюм, словно он выпачкал его яйцом за завтраком. «Вы ведь англичанин?» «Да». «Я хочу сказать, настоящий англичанин. По паспорту и все такое». «Да, а в чем дело?» «Всегда лучше иметь дело с английской фирмой. Знаешь, на каком ты свете, понятно?» «Что вам угодно». «Да прежде всего мне хотелось тут у вас немножко оглядеться». Он говорил так, словно попал в книжную лавку. Никак не мог втолковать этому типу. «Вас интересует пылесос». «Ну, я бы не сказал, что он меня интересует». «Вы хотите купить пылесос?» «Вот-вот, старина, вы попали в самую точку». Уормулд решил, что незнакомец так разговаривает, потому что тон этот, по его мнению, подходит к магазину на улице Лампарилье. Развязность никак не соответствовала внешнему виду покупателя. Трудно подражать искусству святого Павла говорить с каждым на его языке, не меняя при этом костюма. Уормулд деловито сказал, «Вы не найдете ничего лучшего, чем атомный котел». «Я заметил тут один, который называется «Турбо». «И это очень хороший пылесос. У вас большая квартира?» «Да нет, я бы не сказал, что большая». «Тут, как видите, имеется два набора щеток. Вот этот для натирки, а тот для полировки. Нет, простите, кажется, наоборот. У Турбоэнергия воздушная». «Как это?» «Ну, он, тут так сказано, с воздушной энергией». «А вот та штучка, она для чего?» «Это двусторонний наконечник для ковров». «Не может быть, очень интересно. А почему двусторонний?» «Вы толкаете от себя, а потом тянете к себе». «Ну, до чего только не додумается», — сказал незнакомец. «И много вы их продаете». «Я здесь единственный агент». «Все важные лица непременно хотят купить атомный котел». «Или турбореактивный». «И правительственное учреждение тоже». «Конечно, а что?» «То, что годится для учреждения, сойдет и для меня». «Может, вы предпочитаете нашу малютку «Не надрывайся»?» «В каком смысле «Не надрывайся»?» «Полное название пылесоса «Малютка, не надрывайся». «Малый комнатный пылесос с воздушной энергией». «Опять с воздушной энергией». «А я тут при чем?» «Не петушитесь, старина». «Лично мне ужасно не нравятся слова «атомный котел», — сказал Ормулд с нежиренным жаром. «Он вдруг встревожился. Ему пришло в голову, что незнакомец инспектор главной конторы в Лондоне или в Нью-Йорке». «Что же тогда они услышат от него всю правду?» «Я вас понимаю, да, неважно, придумано. Скажите, а вы осматриваете машины?» «Каждый квартал. Бесплатно весь гарантийный срок». «Вы лично?» «Нет, это делает Лопес». «Вот этот мрачный тип. Сам я не очень-то разбираюсь в технике. Стоит мне притронуться какой-нибудь из этих штук, и они почему-то перестают работать». «А машиной вы правите?» «Да, но если с ней что-нибудь случается, я зову дочь». «Ах, да, у вас есть дочь. А где она?» «В школе. Разрешите, я вам покажу эту быстродействующую соединительную муфту». Но стоило Уормалду взять ее в руки, как она тут же перестала соединять. Он нажимал на нее, поворачивал туда и сюда. Дефектная деталь пробормотал он в полном отчаянии. «Дайте я попробую», — предложил незнакомец, и соединение произошло мгновенно. «Сколько лет вашей дочери?» «Шестнадцать», — сказал он, и разозлился на себя за то, что ответил. «Ну что ж, мне, пожалуй, пора двигаться», — сказал незнакомец. «Рад был с вами поболтать». «Может, хотите посмотреть пылесос в действии?» «Лопес вам продемонстрирует». «Сейчас нет. Мы еще увидимся, здесь или в другом месте», — заявил незнакомец с какой-то дерзкой самоуверенностью и вышел из магазина, прежде чем Ормол догадался сунуть ему фирменную карточку. На площади в конце улицы Лампарилья он растворился в полуденном свете Гаванны среди толпы сутенеров и продавцов лотерейных билетов. «Лопес сказал, он и не собирался ничего покупать». «А чего же он тогда хотел? А кто его знает? Он долго разглядывал меня через витрину. Если бы вы не пришли, наверное, попросил бы найти мне девочку». «Девочку». Он вспомнил тот день десять лет назад, а потом с тревогой подумал о Милле, пожалев, что так охотно отвечал на вопросы незнакомца. Он пожалел и о том, что быстродействующая соединительная муфта не сработала хоть в этот раз. Глава вторая. Он слышал уже издалека, что идет Милле. Подымался такой шум, будто ехала полицейская машина. Только о приближении Милле предупреждал свист, а не сирена. Она обычно шла от автобусной остановки на Авенида де Бельхика, но сегодня свист почему-то доносился со стороны Компостельи. Правда, в этой охоте, приходилось ему признать, не было для нее ничего опасного. Восторги, которые ей таким образом выражали поклонники, начиная примерно с тринадцатилетнего возраста, означали только почтение. Ведь даже по высокой голландской марке Милле была красавицей. Волосы у нее светло-золотистые, как молодой мед, а брови темные. Ее конский хвост подстригал лучший парикмахер города. Милле не обращала внимания на свист, он только заставлял ее легче ступать. Глядя, как она идет, можно было поверить в вознесение. Тишина показалась бы ей оскорбительной. В отличие от Уорнолда, который ни во что не верил, Милле была набожной католичкой. Ему пришлось еще до свадьбы оповещать ее матери, что ребенок получит религиозное воспитание. Теперь ее мать, как он подозревал, не верила ни в Бога, ни в черта. Ему же она оставила на попечение ревностную католичку. Это привязывало Милле к кубе куда прочнее, чем его самого. Уорнолд подозревал, что в здешних богатых семьях до сих пор сохранился обычай держать дуэнью. Ему порой казалось, что и к Милле представлена дуэнья невидимая ни для кого, кроме нее самой. В церкви, где она бывала красивее, чем где бы то ни было, в своей легкой мантилье, расшитой листьями, прозрачными, как морозный узор на стекле, рядом с ней всегда сидела дуэнья, наблюдая за тем, чтобы она не горбилась, в положенное время прикрывала лицо и крестилась по всем правилам. Кругом нее мальчишки могли безнаказанно сосать леденцы, фыркать из-за колонны, а она сидела прямая, как монашенка, следя за службой по требнику с золотым обрезом, переплетенному в софьян цвета ее волос. Она выбирала себе требник сама. Все та же невидимая дуэнья заботилась о том, чтобы она по пятницам ела рыбу, постилась двенадцать дней в году и ходила в церковь не только по воскресеньям и по праздникам, но и в день своей святой. Милли ее звали домашней, а крестили же ее Серафиной. На Кубе это святая второго разряда, загадочные слова, которые напоминали Уормолду об ипподроме. Уормолд долго не понимал, что дуэнья не всегда караулит Милли. Девочка неукоснительно выполняла все правила поведения за столом и ни разу не забыла помолиться на ночь. Он-то это хорошо знал, ведь еще ребенком она заставляла его ждать за дверью, пока не кончит молитву, чтобы лишний раз подчеркнуть, что он еретик. Перед образом святой девы Гвадылупской горела неугасимая лампада. Отец подслушал ее молитву, когда ей было четыре года. Богородица, почет, сатане наоборот. Но как-то раз Милли, тогда было тринадцать, его вызвали в американскую школу при монастыре святой Клары в богатом предместе Видаду. И там он впервые узнал, что дуэнья бросала Милли у решетчатых ворот школы, прямо под гипсовым барельефом святой. Жалоба на дочь была серьезная. Она подожгла маленького мальчика по имени Томас Эрл Паркмен, младший. Правда, как признала сама мать-настоятельница, Эрл, так его звали в школе, первый дернул Милли закосу, что ни в какой мере не оправдывала поступка Милли, который мог иметь самые пагубные последствия, если бы другая девочка не окунула Эрла в фонтан. Милли оправдывалась тем, что Эрл, протестант, а если уж дело дошло до религиозных гонений, католики всегда дадут протестантам два очка вперед. Ну, как же она подожгла этого Эрла? Облила керосином поло его рубашки. Керосином? Жидкостью для зажигалок, а потом чиркнула спичкой. Мы подозреваем, что она тайком курит. Удивительная история. Значит, вы не знаете Милли. Я должна сказать вам, мистер Уормулд, что чаша нашего терпения вот-вот переполнится. Как выяснилось, за полгода до того, как она подожгла Эрла, Милли показывала своим одногласникам на уроке рисования коллекцию открыток с изображением самых знаменитых картин в мире. Не понимаю, что здесь плохого. В двенадцать лет, мистер Уормулд, ребенок не должен восхищаться одной только наготой, какие бы великие художники ее не изображали. Неужели там не было ничего, кроме наготы? Ничего, если не считать махи одетой Гои. Но у Милли был и ногой вариант этой картины. Уормулду пришлось вызвать к милосердию матери-настоятельницы. Ведь он, увы, неверующий. А дочь у него католичка. Американский монастырь – единственная католическая школа в Гаване, где учат по-английски. Держать гувернанку ему непосредством. Не хотят же они, чтобы он послал свою дочь в школу Хайрима Четрумана. Тогда он нарушил бы обещание данной жене. Он уже втайне подумывал, не требует ли его отцовский долг, чтобы он женился второй раз. Но монахи не могут косо на это посмотреть. А главное – он все еще любил мать Милли. Конечно, он поговорил с Милли о ее проступке. Ее объяснения покоряли своим простодушием. «Зачем ты подожгла Эрла?» «Это было искушение дьявола», – сказала она. «Милли, пожалуйста, не говори глупостей. Святых всегда искушает дьявол». «Ты не святая». «Совершенно верно. Потому я и поддалась». И на этом инцидент был исчерпан. Точнее, он был, вероятно, исчерпан в тот же день между четырьмя и шестью восповедальни. Ее Дуэнни снова была рядом и уже, наверное, за этим проследила. Ах, если бы он только мог знать наверняка, когда Дуэнни берет выходной день. Пришлось обсудить вопрос и о курении тайком. «Ты куришь сигареты?» – спросил он. «Нет». Что-то в ее ответе заставило его поставить вопрос иначе. «Ты когда-нибудь курила, Милли?» «Только сигары», – сказала она. Теперь, заслышав свист, предупреждавший о появлении Милли, он удивился, почему она идет со стороны порта, а не с Авенида до Бельхика. Но, увидев ее, он сразу все понял. За ней шел молодой приказчик и нес такой огромный пакет, что не видно было его лица. Уормулд подумал с тоской – опять что-то купила. Он поднялся наверх в квартиру, которая помещалась над магазином, и услышал, как в соседней комнате Милли говорит приказчику, куда положить пакеты. Раздался стук чего-то тяжелого, треск, звон металла. «Положите туда», – сказала она, а потом «Нет, вот сюда». Ящики с шумом выдвигались и задвигались, Милли стала забивать гвозди в стену. В столовой, где он сидел, кусок штукатурки отвалился и упал в салат. Приходящая служанка приготовила им холодный обед. Милли вышла к столу точно без опоздания. Ему всегда было трудно скрыть свое восхищение ее красотой. Но невидимая Дуэнни равнодушно скользнула по нему взглядом, словно он был неугодным поклонником. Дуэнни давно уже не брала выходных дней. Его чуть-чуть огорчало такое прилежание, и порой он был даже не против поглядеть, как горит Эрл. Милли произнесла молитву и перекрестилась, а он сидел, почтительно опустив голову. Это была одна из ее пространных молитв, которая означала, что она либо не очень голодна, либо хочет выиграть время. «Ну, как у тебя сегодня, отец, все хорошо?» – вежливо спросила она. «Такой вопрос могла бы задать жена после долгих семейных лет жизни». «Неплохо. А у тебя?» Когда он смотрел на нее, он становился малодушным. Ему было трудно в чем-либо ей отказать, и он не решался заговорить о покупках. Ведь ее карманные деньги были истрачены еще две недели назад на серьги, которые ей приглянулись, и на статуэтку святой Серафины. «Я сегодня получила отлично по закону Божьему и по этике». «Прекрасно, прекрасно. А что у тебя спрашивали?» «Лучше всего я знала насчет простительных грехов». «Утром я видел доктора Гассельбахера», – сказал он, как будто без всякой связи. Она вежливо заметила, надеюсь, сон. Хорошо себя чувствует?» «Стояние явно перегибало палку. В католических школах учат хорошим манерам, тем они и славятся, но ведь манера существует только для того, чтобы удивлять посторонних». «Он с грустью подумал, а я и есть посторонний». «Он не мог сопровождать ее в тот странный мир горящих свечей, кружев, святой воды и коленопреклонений. Иногда ему казалось, что у него нет дочери». «В день твоего рождения он зайдет к нам. Может, потом поедем в ночной ресторан?» «В ночной ресторан?» «Дуэнни, наверное, на секунду отвернулась. Эмиль успела воскликнуть. Слава Отцу Небесному!» «Раньше ты всегда говорила «Аллилуйя».» «Ну да, в четвертом классе». «А в какой ресторан?» «Наверное, в Националь». «А почему не в Шанхай?» «Ни в коем случае. Откуда ты знаешь про Шанхай?» «Мало ли что узнаешь в школе». «Уормулт сказал, мы еще не решили, что тебе подарить. Семнадцать лет — это необычный день рождения. Я подумывал...» «Если говорить, положа руку на сердце, — сказала Милли, — мне ничего не надо». «Уормулт с беспокойством подумал о том громадном пакете. А что, если она и в самом деле пошла и купила все, что ей хотелось?» «Он стал ее упрашивать. Ну, а все-таки, чего тебе хочется?» «Ничего, ровно ничегошеньки. Новый купальный костюм?» «Предложил он уже с отчаянием. Знаешь, есть одна вещь, но мы можем ее сразу считать и за рождественский подарок, и за будущий год, и за будущий будущий год». «Господи боже, что же это такое? Тебе больше не придется заботиться о подарках долго-долго». «Неужели ты хочешь Ягуара? Да не, этот совсем маленький подарочек. Никакой не автомобиль. И хватит мне его на много лет. Это очень практичная вещь. И на ней даже, собственно говоря, можно сэкономить бензин». «А сегодня я купила все принадлежности на свои собственные деньги». «У тебя нет собственных денег. Я тебе одолжил трепеса на святую Серафину. Но мне дают в кредит». «Милли, сколько раз я тебе говорил, что не разрешаю покупать в кредит. Дают в кредит мне, а не тебе. И дают все менее охотно». «Бедный папка. Нам грозит нищета. Ну, я надеюсь, что как только кончатся беспорядки, дела поправятся. Но на Кубе всегда беспорядки. Если дело дойдет до крайности, я ведь могу пойти работать, правда?» «Кем? Как Джанейр? Гувернанткой? Кто тебя возьмет? Синьор Перс? Господи, Милли, что ты говоришь? У него четвертая жена, а ты католичка. «А может, грешники, мое настоящее призвание?» Сказала Милли. «Не болтай, чепухи. И я пока не разорился. Еще не совсем. Надеюсь, что не совсем. Милли, что ты купила? Пойдем, покажу». Они пошли к ней в спальню. На кровати лежало седло. На стене, куда она вбила несколько гвоздей, отломав при этом каблук от своих лучших вечерних туфель, висели уздечка и мундштук. Канделябры были увиты поводьями, посреди туалета красовался хлыст. Уормул спросил упавшим голосом, «А где лошадь?» Он так и ждал, что лошадь выйдет сейчас из ванной. В конюшне, недалеко от загородного клуба. Угадай, как ее зовут? Как я могу угадать? Серафина. Разве это не перст божий? Но, Милли, я не могу себе позволить. Тебе не надо платить за нее сразу. Она гнидая. Какое мне дело до ее масти? Она записана в племяную книгу от Санта-Тересы и Фердинанда Кастильского. Она бы стоила вдвое дороже, если бы не повредила себе бабку, прыгая через барьер. С ней ничего особенного не случилось, но вскочила какая-то шишка, ее теперь нельзя выставлять. Пусть она стоит четверть своей цены. Дела идут очень туго, Милли. Я ведь тебе объяснила, что сразу платить не надо. Можно выплачивать несколько лет. Она успеет сдохнуть, а я все еще буду за нее платить. Серафина куда живучей автомобиля. Она, наверное, проживет дольше тебя. Но, Милли, послушай, тебе придется ездить в конюшню, не говоря уже о том, что за конюшню тоже полагается платить. Я обо всем договорилась с капитаном Сигурой. Он назначил мне самую маленькую плату. Хотел устроить конюшню совсем даром, но я знала, что ты не захочешь, чтобы я у него одалживалась. Какой еще капитан Сигура? Начальник полиции в Ведадо? Господи, откуда ты его знаешь? Но он часто меня подвозит домой на машине. О матери-настоятельнице этой известно? Милли Чопорна ответила. У каждого человека должна быть своя личная жизнь. — Послушай, Милли, я не могу позволить себе лошадь. Ты не можешь позволить себе всякие эти уздечки. Придется отдать все обратно, и я не позволю, чтобы тебя катал капитан Сигура, — добавил он с яростью. — Не волнуйся, он до меня еще и пальцем не дотронулся, — сказала Милли. Сидит за рулем и поет грустные мексиканские песни. О цветах и о смерти. И одну о быке. — Милли, я не разрешаю. Я скажу матери-настоятельнице, обещаю, что ты... Он видел, как под темными бровями в зеленоватый яндар на глазах собираются слезы. Уормулт почувствовал, что его охватывает паника. Точно так смотрела на него жена в тот знойный октябрьский день, когда шесть лет жизни оборвались на полусловие. Он спросил, ты что, влюбилась в этого капитана Сигуру? Две слезы как-то очень изящно погнались друг за другом по округлой щеке и заблестели точно с бруя, висевшая на стене. Это было ее оружие. — Да ну его, дьяволу, этого капитана Сигуру, — сказала Милли. — Мне он не нужен. Мне нужна только Серафина. Она такая стройная, послушная. Все это говорят. — Милли, деточка, ты же знаешь, если бы я мог... Ах, я знала, что ты так мне скажешь. Знала в глубине души. Я прочитала две новены. Новены — название одной из церковных служб. Но они не помогли, а я так старалась. Я не думала ни о чем земном, пока их читала. Никогда больше не буду верить в эти новены. Никогда, никогда. Ее голос гулко звучал в комнате, как у ворона Эдгара По. Саму Ормулд был человек неверующий, но ему очень не хотелось каким-нибудь неловким поступком убить ее веру. Сейчас он чувствовал страшную ответственность. В любой момент она может отречься от Господа Бога. Клятвы, которые он когда-то давал, воскресли, чтобы его обезоружить. Он сказал, прости меня, миле. Я выстояла две лишние обедни. Она возлагала на его плечи все бремя своего разочарования в вековой, испытанной ворожбе. Легко говорить, что детям ничего не стоит заплакать. Но если вы отец, разве можно глядеть на это так же хладнокровно, как глядит учительница или гувернантка? Кто знает, а вдруг у ребенка настает такая минута, когда весь мир начинает выглядеть совсем по-иному, как лицо, которое искажается гримасой, когда пробьет роковой час. Миле, я тебе обещаю, если в будущем году я смогу... Послушай, миле, оставь пока у себя седло и все эти штуки. Кому нужно седло без лошади? Я уже сказала капитану Сигуре... К черту капитана Сигуру! Что ты ему сказала? Я ему сказала, что стоит мне попросить у тебя серафину, и ты мне ее подаришь. Я ему сказала, что ты такой замечательный. Про молитву я ему не говорила. Сколько она стоит? Триста песо? Ах, миле, миле. Ему оставалось только сдаться. За конюшню тебе придется платить из твоих карманных денег. Конечно! Она поцеловала его в ухо. С будущего месяца, хорошо? Они оба отлично знали, что этого никогда не будет. Она сказала, вот видишь, они все-таки помогли моей новены. Завтра начну опять, чтобы дела у тебя пошли как следует. Интересно, какой святой подойдет для этого лучше всего? Я слыхал, что святой Иуда, покровитель неудачников, сказал Уормулт. Уормулт часто мечтал, что вот однажды он проснется, и у него окажутся сбережения, акции и сертификаты, широкой рекой потекут дивиденды, совсем как у богачей с предместия Ведада. Тогда они смели вернуться в Англию, где не будет ни капитана Сигуры, ни охоты, ни свиста. Но мечта таяла, как только он входил в огромный американский банк в Обиспо. Вступив под массивный каменный портал, украшенный орнаментом из цветов клевера с четырьмя листочками, он снова превращался в маленького дельца, как он и был на самом деле, чьих сбережения никогда не хватит на то, чтобы увезти Миле в безопасные края. Получать деньги по чеку — куда более сложная процедура в американском банке, чем в английском. Американские банкиры ценят личные связи. Кассир должен создавать иллюзию, будто он зашел к себе в кассу случайно и рад, что ему посчастливилось встретить здесь клиента. Кто бы мог подумать, словно хочет он сказать своей широкой приветливой улыбкой, что я встречу именно вас, да еще где, здесь в банке. Поговорив с кассиром о его здоровье и о своем самочувствии, удовлетворив взаимный интерес к погоде, который так балует их этой зимой, клиент робко просительно сует ему чек. До чего же противное и докучливое дело. Но кассир едва успевает взглянуть на чек, как на столе звонит телефон. «Это вы, Генри?» — с удивлением произносит он в трубку, так, словно голос Генри он тоже не ожидал услышать в этот день. «Что новенького?» Он долго выслушивает новости и при этом игриво вам улыбается. «Ничего не попишешь, дело есть дело». «Да, должен признаться, Эдит вчера выглядела очень эффектно», — поддакивает кассир. Уормолд нетерпеливо переминается с ноги на ногу. «Да, вечер прошел замечательно, просто замечательно». «Я?» «Я отлично». «Ну, а чем мы можем быть вам полезны сегодня?» «Пожалуйста, прошу вас, вы ведь знаете, Генри, мы всегда рады вам услужить 150 тысяч долларов на три года. Не, для такой фирмы, как ваша, какие могут быть трудности? Нам придется согласовать с Нью-Йорком, но это же чистая формальность. «Забегите, когда будет свободная минутка, и поговорите с управляющим». «Выплачивать помесячно?» «Зачем, когда речь идет об американской фирме?» «Да, мы можем сговориться на пяти процентах». «А сделать тогда 200 тысяч на четыре года?» «Пожалуйста, Генри». «Чек у Ормолда, казалось, съеживался от собственного ничтожества. 350 долларов. Сумма прописи выглядела такой же тщедушной, как и все его ресурсы». «Увидимся завтра у миссис Слейтер». «Ладно, сыграем партию. Только уговор не вытаскивать козырей из рукава». «Когда придет ответ?» «Да дня через два, если запросим телеграфны». «Завтра в одиннадцать?» «Как вам угодно, Генри». «Заходите, все тут. Я скажу управляющему. Он вам будет ужасно рад. Простите, что задержал вас, мистер Ормолд». «Его он упорно называл по фамилии. Наверное, подумал, Ормолд, со мной нет смысла быть на короткой ноге. А может, национальность создает между нами такую преграду?» «350 долларов. Кассир Искоса заглянул в книгу и стал отчитывать бумажки. Но телефон зазвонил снова. «Не может быть, миссис Эшворд! Куда же это вы пропали? В Майами?» «Вы шутите. Прошло несколько минут, прежде чем он покончил с миссис Эшворд. Передавая Ормолду банкноты, он сунул ему и листок бумаги. «Вы, надеюсь, не возражаете, мистер Ормолд? Вы ведь сами просили держать вас в курсе дела». На листке было указано, что он перебрал, по своему счету, 50 долларов. «Ни в коей мере очень вам признателен», — сказал Ормолд, — «но беспокоиться нечего». «Что вы, банк, нисколько не беспокоиться, мистер Ормолд? Вы ведь сами просили вот и все». Ормолд подумал, ну да, если бы я перебрал 50 тысяч долларов, он бы, наверное, звал меня Джимом. В это утро ему почему-то не хотелось встречаться с доктором Гассельбахером за Дайквери. Временами доктор Гассельбахер казался ему уж слишком беззаботным, поэтому он пошел к неряхе Джо, а не в чудо-бар. Ни один житель Гаванны не заглядывал к неряхе Джо, потому что туда ходили туристы. Однако туристов, увы, теперь становилось все меньше, ибо нынешнее правительство дышало наладом. Хотя в застенках Хефатура, полицейское управление, испокон веку творились темные дела, но они не касались туристов из Националя или Севилл Билтмора. Однако, когда одного из туристов убило шальной пулей, в то время как он фотографировал какого-то живописного нищего под балконом президентского дворца, выстрел прозвучал погребальным звоном по всем туристским маршрутам, включающим прогулки на пляж Вородеро и по злачным местам ночной Гаваны. Пуля превратила в осколки и лейку убитого, что особенно напугало его спутников. Уормолт слышал, как они потом говорили в баре на Сионале, пробило камеру насквозь, пятьсот долларов, кошки под хвост. А его убило сразу, ну еще бы. Объектив, осколки разлетелись на пятьдесят метров окружности, видите? — Везу кусочек демольфил, показать мистеру Хампелникеру. В это утро длинный зал был пуст, если не считать элегантного незнакомца в одном углу и толстого агента туристской полиции, который курил сигару в другом углу. Англичанин так внимательно разглядывал бесконечную батарею бутылок, что не сразу заметил у Ормолда. — Да не может быть! — воскликнул он. — Кого я вижу, мистер Уормолт? Уормолт удивился, откуда он знает его имя, ведь он же забыл вручить ему фирменную карточку. — Восемнадцать разных сортов шотландского виски, — сказал незнакомец, включая черную этикетку. — А пшеничного я даже не считал. Поразительное зрелище. — Поразительное! — повторил он почтительным шепотом. — Вы когда-нибудь видели столько разных сортов? — Представьте, да, я собираю пробные бутылочки, и у меня уже есть девяносто девять марок. — Интересно, а что сейчас выпьете? Как насчет Хейга с ямочками? — Благодарю, я уже заказал дайквери. — Такие напитки меня расслабляют. — Вы уже решили, какой вам нужен пылесос? — для приличия спросил Уормолт. — Пылесос? — Ну да, электропылесос, то, что я продаю. — А-а-а, пылесос! Плюньте на эту дрянь и выпейте со мной виски. — Днем я никогда не пью виски. — Ох уж эти мне южане! — При чем тут южане? — Кровь у вас жидкая, от солнца, так сказать. Ведь вы родились в Ницце. — Откуда вы знаете? — Ну, Господи, слухами земля полнится. То с одним поболтаешь, то с другим. По правде говоря, я и с вами хотел кое о чем потолковать. — Пожалуйста. — Да нет, я предпочел бы местечко потише. Тут все время шныряют какие-то кипы, входят, выходят. Как это было далеко от истины. Ни одна живая душа не проходила мимо дверей, освещенных жгучими лучами солнца. Полицейский мирно спал, прислонив сигару к пепельнице. В этот час здесь не было ни единого туриста, который бы нуждался в опеке или надзоре. Ормолд сказал, если насчет пылесоса, пойдемте лучше в магазин. — Не надо. Не хочу, чтобы видели, как я там околачиваюсь. Бар в этом смысле совсем неплохое место. Встречайте земляка, хотите посидеть вдвоем, что может быть естественнее? — Не понимаю. — Ну, вы же знаете, как это бывает. — Не знаю. — То есть как, вы не считаете, что это естественно? Ормолд отчаялся что-нибудь понять. Он оставил на стойке 80 центав и сказал, мне пора в магазин. — Зачем? — Я не люблю оставлять надолго Лопеса одного. — Ах, Лопеса. — Вот как раз о Лопесе я и хочу с вами поговорить. И снова Ормолд подумал, что это вернее всего какой-то чудаковатый инспектор из главной конторы. Однако он явно перешел всякие границы чудачества, когда шепнул ему. — Ступайте в уборную, я сейчас приду. — В уборную? — Зачем? — Потому что я не знаю, где она. — В этом свихнувшемся мире проще всего подчиняться, не рассуждая. Ормолд провел незнакомца через заднюю дверь по короткому коридору и показал вход в уборную. Вон там. — Ступайте вперед, старина. — Да мне не нужно. Не валяйте, дурака, — сказал незнакомец. Он положил руку у Ормолду на плечо и втолкнул его в дверь. Внутри были две раковины, стул с поломанной спинкой, обычные кабинки и писсуары. — Сядьте, старина, — сказал незнакомец, — а я пущу воду. Но когда вода пошла, он и не подумал умываться. — Будет выглядеть куда естественнее, — объяснил он. Слово «естественный» было видно его любимым эпитетом. Если кто-нибудь сюда ворвется и, конечно, забьет с толку микрофон... — Микрофон? — Верно, совершенно верно. В таком месте вряд ли может быть микрофон, но правило прежде всего. Выигрывает последнюю схватку тот, кто действует по всем правилам. Хорошо, что здесь в Гаване моют руки под краном, а не в раковине. Пусть себе вода течет. — Да объясните вы мне, осторожность, надо вам сказать, не мешает даже в уборной. Один наш парень в Дании в 940-м увидел из своего собственного окна, как германский флот идет через Каттегат. «Какой гад!» Каттегат! Но он сразу понял, что началась заваруха, стал жечь бумаги, пепел бросил в унитаз и дернул цепочку. Не повезло весенней заморозки. Трубы замерзли, пепел всплыл в ванне этажом ниже. Квартира старой девы баронессы, как бы шеев звали. Как раз собиралась принимать ванну. Пиковое положение у нашего парня. Прямо шпионаж какой-то. Это и есть шпионаж, старина. Во всяком случае, так это называют в романах. Вот почему я и хотел поговорить о вашем Лопесе. Он человек надежный? Или лучше его убрать? Вы что, из разведки? Да, вроде того. Зачем я стану выгонять Лопеса? Он у меня работает уже 10 лет. Мы можем найти вам человека, который отлично разбирается в пылесосах. Но, естественно, последнее слово должно остаться за вами. Да какое я имею отношение к вашей разведке? Минуточку, старина. Сейчас мы к этому подойдем. Мы на всякий случай проверили Лопеса. Он, кажется, чист. Но вот ваш друг Гассельбахер... Тут бы я поостерегся. Откуда вы знаете Гассельбахера? Я ведь тут уже пару дней и кое-что разнюхал. В таких случаях надо быть в курсе дела. В каких случаях? Где он родился, этот Гассельбахер? Кажется, в Берлине. На чьей стране? Восток-Запад. Мы никогда не говорим о политике. Впрочем, эта роль и не играет. Восток или Запад немец есть немец. Вспомните Риббендропа. Нас второй раз на эту удочку не поймаешь. Гассельбахер не занимается политикой. Он старый врач, живет здесь уже 30 лет. Все равно, вы себя не представляете. Но вы правы. Если вы с ним порывете, то сразу бросится в глаза. Осторожно водите его за нос. Вот и все. Если обходиться с ним умело, он может быть даже полезен. Я не собираюсь водить его за нос. Это нужно для дела. Да не желаю я участвовать в ваших делах. Что вы ко мне привязались? Вы английский патриот. Живете здесь много лет, уважаемый член европейского коммерческого общества. А нам необходим резидент в Гаване. Сами понимаете, подводные лодки нуждаются в горючем. Диктаторы всегда находят общий язык. Большие диктаторы затягивают в свои сети маленьких. Атомным подводным лодкам не нужно горючее. Точно, старина, точно. Но война всегда немножко отстает от жизни. Надо быть готовым, что против нас используют и обычные виды вооружения. К тому же не забывайте об экономическом спионаже сахар, кофе, табак. Вы найдете все, что вам нужно в официальных ежегодниках. Мы им не доверяем, старина. Ну и, конечно, политическая разведка. Ваши пылесосы дают вам доступ в любое место. Вы хотите, чтобы я делал анализы пыли? Вам, старина, это может показаться смешным, но ведь основным источником сведений, которые получила французская разведка во время дела Дрейфуса, была уборщица германского посольства. Она собирала обрывки из корзин для бумаг. Я даже не знаю, как вас зовут. Готторн. А кто вы такой? Ну что ж, могу вам сказать, я организую сеть в районе Карибского моря. Минуточку, кто-то идет. Я умываюсь. А ну-ка, ступайте в клозет. Нас не должны видеть вместе. Но нас уже видели вместе. Случайная встреча. Земляки. Он втолкнул Ормолда в кабинку, так же, как раньше втолкнул его в уборную. Правило прежде всего. Ясно? Наступила тишина. Только вода журчала в кране. Ормолд присел. Ему не оставалось ничего другого. Ноги его все равно были видны из-под перегородки, не доходившие до пола. Вода продолжала течь. Ормолд испытывал чувство безграничного удивления. Его поражало, почему он не покончил со всей этой ерундой с самого начала. Ничего удивительного, что Мэри его бросила. Он вспомнил одну из их ссор. Почему ты что-нибудь не сделаешь? Не совершишь хоть какого-нибудь поступка. Все равно какого. Стоишь, как истукан. Но, по крайней мере, на этот раз я и стою, а сижу. Да и что он мог сказать? Ему не дали возможности вставить хоть слово. Минуты шли. Какие громадные у кубинцев мочевые пузыри. Руки у Гаторна, наверное, уже давно чистые. Вода перестала течь. Он, видно, вытирает руки. Ормолд вспомнил, что здесь нет полотенца. Еще одна задача для Гаторна, но он с ней справится. Не зря ведь он прошел специальную подготовку. Наконец, чьи-то ноги прошли назад к двери. Дверь закрылась. Можно выйти? Спросил у Ормолд. Это прозвучало как капитуляция. Теперь он подчинялся приказу. Гаторн на цыпочках подошел поближе. Дайте мне несколько минут, старина, чтобы я успел убраться. Знаете, кто это был? Тот полицейский. Подозрительно, правда? Он мог узнать мои ноги под дверью. Как вы думаете, не обменяться ли нам штанами? Будет выглядеть неестественно, сказал Гаторн. Но мозги у вас варят правильно. Я оставляю в раковине ключ от моей комнаты. Севил Билтмор. Пятый этаж. Пройдете прямо наверх. Сегодня вечером в десять. Нужно потолковать. Деньги и прочее. Низменной материи. Портье обо мне не спрашивайте. А вам разве ключ не нужен? У меня есть отмычка. Пока. Уормулд споднялся и увидел, как затворилась дверь за элегантной фигурой и невыносимым жаргоном Гаторна. Ключ лежал в раковине. Комната пятьсот десять. В половине десятого Уормулд зашел к Миле, чтобы пожелать ей спокойной ночи. Тут, во владениях Дуини, был безукоризненный порядок. Перед статуэткой святой Серафины горела свеча. Золотистый требник лежал возле кровати. Одежда была старательно убрана, словно ее не было вовсе. И в воздухе, как фемиам, плавал легкий запах одеколона. Ты чем-то расстроен, сказала Миле. Все еще волнуешься из-за капитана Сигуры. Ты меня никогда не водишь за нос, а, Миле? Нет, а что? Все почему-то меня водят за нос. И мама тоже водила? По-моему, да. А доктор Гассельбахер? Он вспомнил негра, который ковылял мимо бара. Он сказал, может быть, иногда. Но ведь это делают, когда любят, правда? Не всегда. Я помню, в школе... Он замолчал. Что ты вспомнил, папа? Много всякой всячины. Детство — начало всякого недоверия. Над тобой жестоко потешаются, а потом ты начинаешь жестоко потешаться над другими. Причиняя боль, теряешь воспоминания о том, как было больно тебе. Однако он каким-то образом, но отнюдь не потому, что был чересчур уж добрым, не пошел по этому пути. Может быть, от того, что у него просто не хватило характера. Говорят, что школа вырабатывает характер, стесывая острые углы. Углы-то ему стесали, но в результате, кажется, получился не характер, а нечто бесформенное, как один из экспонатов музея современного искусства. — А тебе хорошо, Миле? — спросил он. — Конечно. — И в школе тоже. — Да, а что? — Тебя никто больше не дергает за волосы? — Конечно, нет. — И ты никого больше не поджигаешь? — Ну, тогда мне было тринадцать, — сказала она надменно. — Чем ты расстроен, папа? Она сидела на кровати, на ней был белый нейлоновый халат. Он любил ее и тогда, когда рядом была ее дуэнья. Но еще больше, когда дуэнья не было. У него уже мало оставалось времени на то, чтобы любить. Он не мог терять ни минуты. Он словно провожал ее в путешествия, провожал недалеко. Остальной путь ей придется проделать одной. Годы разлуки надвигались, как станция, когда едешь в поезде. Но ей они сулили дары, ему же одни утраты. В этот вечерний час он как-то особенно остро ощущал жизнь. Не из-за гаторна, загадочного и нелепого, не из-за жестокостей, которые творили с государствами и полицией, все это казалось ему куда менее важным, чем неумелые пытки в школьном дортуаре. Маленький мальчик с мокрым полотенцем в руках, которого он только что вспомнил, интересно, где он сейчас, жестокие приходят и уходят, как города, королевства или властители, не оставляя за собой ничего, кроме собственных обломков. Они тленны. А вот клоун, которого в прошлом году они смелее видели в цирке, этот клоун вечен, потому что его трюки никогда не меняются. Вот так и надо жить. Клоуны не касаются ни причуда государственных деятелей, ни великие открытия гениальных умов. Уормулт, глядя в зеркало, стал строить гримасы. Господи, что ты делаешь? Хотел себя рассмешить. Милли захихикала, а я думала, что ты грустный и чем-то озабочен, поэтому мне и захотелось посмеяться. Помнишь клоуна в прошлом году? Он упал с лестницы прямо в ведро с известкой. Он падает в него каждый вечер в десять часов. Нам бы всем не мешало быть клоунами, Милли. Никогда ничему не учись на собственном опыте. Мать-настоятельница говорит, не слушай ее. Бог ведь не учится на собственном опыте. Не то, как бы он мог надеяться найти в человеке что-нибудь хорошее. Вся беда в ученых. Они складывают один плюс один и всегда получают два. Ньютон, открывая закон притяжения, основывался на опыте, а потом... А я думала, на яблоки. Это одно и то же. Понадобило столько времени, чтобы лорд Розерфорд расщепил атом. Он тоже учился на собственном опыте, так же, как и люди Хиросимы. Эх, если бы мы рождались клоунами, нам бы не грозило ничего дурного, кроме разве небольших ссадин. Да еще в изверстке немного перемажешься. Не учись на собственном опыте, Милли. Это губит душевный покой. А что ты делаешь сейчас? Хочу пошевелить ушами. Раньше я умел, а вот теперь не получается. Ты все еще скучаешь по маме? Иногда. Ты все еще ее любишь? Может быть. Время от времени. Она, наверное, была очень красивая в молодости. Да она и сейчас не старая. Ей 36. Ну, это уже старая. А ты ее совсем не помнишь. Плохо. Она ведь часто уезжала, правда? Да, часто. Я все-таки за нее молюсь. О чем ты молишься? Чтобы она вернулась? Конечно, нет. Совсем не об этом. Мы можем обойтись и без нее. Я молюсь о том, чтобы она опять стала доброй католичкой. А я вот не католик. Ну, это совсем другое дело. Ты не ведаешь, что творишь. Да, пожалуй. Я не хочу тебя обидеть, папа. Но так говорят богословы. Ты будешь спасен, как все добрые язычники. Помнишь, как Сократ и Сетевайо? Какой Сетевайо? Король Зулусов, о чем ты еще молишься? Ну, конечно, в последнее время я больше налегал на лошадь. Он поцеловал ее и пожелал спокойной ночи. Она спросила, куда ты идешь? Мне надо кое-что уладить насчет лошади. Я причиняю тебе ужасно много хлопот, сказала она не очень уверенно. Потом сладко вздохнула и укрылась с простыней до самой шеи. Как чудесно, что всегда получаешь то, о чем молишься. Правда? Глава четвертая. На всех углах ему предлагали такси. Словно он был приезжим, вдоль бульвара, через каждые несколько метров к нему по привычке, сам не веря в успех, приставал какой-нибудь сутенер. Разрешите услужить вам, сэр? Я знаю всех хорошеньких девочек. Хотите красивую женщину? Открытки? Угодно посмотреть возбуждающий фильм? Они были еще совсем детьми, когда он приехал в Гаванну. Он бывал, оставлял их постеречь машину и давал за это пять сентава. И хотя они старели вместе с ним, привыкнуть к нему они так и не могли. Для них он все равно не был местным жителем, так и остался вечным туристом. Вот они и привязывались к нему. Рано или поздно. Он, как и все остальные, захочет посмотреть сверхчеловека, дающего сеанс в публичном доме Сан-Франциску. Ну что ж, они, по крайней мере, тоже не желали учиться у жизни. На углу Вердудес его окликнул из чудо-бара доктор Гассельбахер. Куда это вы так спешите, мистер Ормолд? У меня деловое свидание. Всегда есть время выпить рюмочку виски. Потому как он произнес слово «виски», было ясно, что у него время нашлось. И не на одну, а на много рюмок. Я и так опаздываю. В этом городе никто никуда не опаздывает, мистер Ормолд. А у меня для вас припасен подарок. Ормолд вошел в бар. Он горько усмехнулся. Кому вы сочувствуете, Гассельбахер? Востоку или западу? Востоку или западу чего? Ах, вот вы о чем. А мне-то до них какое дело. Что вы хотите мне подарить? Я попросил моего пациента привезти их из Майами. Гассельбахер вынул из кармана две маленькие бутылочки виски. Одна была лорд Кальверт, другая старый портняшка. У вас есть? Спросил он с беспокойством. Кальверт есть, а портняшки нет. Очень мило, что вы вспомнили о моей коллекции Гассельбахер. Ормолда всегда удивляло, что он продолжает существовать для других даже так. Тогда, когда его нет перед глазами. Сколько у вас теперь? Сто вместе с пшеничным и ирландским. Семьдесят шесть шотландского. Когда вы их выпьете? Может быть, когда дойду до двухсот. Знаете, что бы я сделал на вашем месте? Спросил Гассельбахер. Играл ями в шашки. Бьешь шашку, выпиваешь бутылочку. Это идея. Шансы уравниваются, сказал Гассельбахер. В этом вся прелесть. Лучший игрок вынужден больше пить. Подумайте, как здорово. Налейте себе еще рюмку. Пожапай. Мне нужна ваша помощь. Меня утром ужалила оса. Вы же врач, а не я. Дело совсем не в этом. Через час я поехал к больному за аэропорт и переехал к курицу. Ничего не понимаю. Ах, мистер Уормулт. Мистер Уормулт, что вы сегодня рассеяны? Спуститесь на землю. Нам надо немедленно найти лотерейный билет, успеть до розыгрыша. Оса это двадцать семь, курица тридцать семь. Но у меня деловое свидание. Свидание подождет. Выпейте свое виски. Нам надо поискать на рынке билеты. Уормулт прошел снимки в машине. Как и Милли, доктор Гассельбахер, был человек верующий. Им руководили числа, как Милли святые. По всему рынку были развешаны счастливые номера, выведенные синий и красной краской. Те номера, которые считались несчастливыми, прятали под прилавок. Их оставляли для всякой мелкой сошки и на продажу уличным торговцам. Эти номера не имели никакой ценности, в них не было цифры со значением. Числа, обозначавшего монашку или кота, осу или курицу. «Поглядите, вон 27483», — показал Уормулт. «Он ничего не стоит без курицы», — сказал доктор Гассельбахер. Они поставили машину и пошли пешком. По этому рынку не шатались сутенеры. Лотерея была серьезным промыслом, не изгаженным туристами. Раз в неделю правительственное учреждение раздавало номера, и каждый политический деятель получал билеты в соответствии с тем влиянием, каким он пользовался. За билет он платил по 18 долларов и перепродавал их оптовикам по 21. Если его доля составляла 20 билетов, он мог рассчитывать на постоянный еженедельный доход в 60 долларов. Счастливый номер, в котором были заведомо хорошие приметы, шел по цене до 30 долларов. О таких доходах, конечно, не смело мечтать мелкий уличный торговец. Имея на руках только несчастливые номера, за которые было заплачено не меньше, чем по 23 доллара, он должен был здорово попотеть, чтобы заработать себе на жизнь. Он делил билет на 100 долей, по 25 центов каждая. Он обходил автомобильные стоянки, разыскивая машину с номером, совпадающим с одним из его билетов. Какой владелец машины мог устоять перед таким соблазном? Он отыскивал свои номера в телефонной книге, рискуя 10 сентава на автомат. «Сеньора, я продаю лотерейный билет с таким же номером, как номер вашего телефона». Уормолд сказал, «Поглядите, вот 37,72». «Это еще мало», — решительно заявил доктор Гассельбахер. Доктор Гассельбахер листал списки номеров, которые не считались достаточно счастливыми, чтобы их выставлять. Кто знает, на вкус, на цвет товарищей нет. Могли найтися такие люди, для кого оса ничего не значило. В темноте завыла полицейская сирена, машина обогнула рынок и пронеслась мимо. На обочине сидел человек с цифрой на рубашке, словно у каторжника, он сказал, «кровавый стервятник». «А ком это он?» «О капитане Сигуре, ком же еще?» — сказал доктор Гассельбахер. «Замкнутую жизнь вы ведете, ничего не скажешь». «Почему его так называют?» «Он мастер пытать и калечить людей». «Пытать?» «Нет, тут ничего не найдешь», — сказал доктор Гассельбахер. «Давайте попробуем поискать в обиспу». «А почему бы нам не обождать до утра?» «Сегодня канун розыгрыша. Ей-богу, можно подумать, что у вас рыбья кровь, мистер Уормулд. Судьба своим перстом указывает вам путь. Осу и курицу, вам надо пойти по нему не мешкой. Человек должен заслужить свое счастье». Они снова влезли в машину и направились в обиспу. «А этот самый капитан Сигура», — начал Уормулд. «Ну?» «Ничего». «Было 11 часов, когда они нашли билет, удовлетворявший доктора Гассельбахера. А так как лавка, в которой билет был выставлен, уже закрылась, им оставалось только выпить еще по рюмочке». «Где у вас свидание?» Уормулд ответил в Севилл, Билтморе. «И там можно выпить не хуже, чем в другом месте», — сказал доктор Гассельбахер. «А вам не кажется, что чудо-бар?» «Нисколько. Почему не попробовать новое место? Если вы не можете сменить привычный бар на другой, значит, вы постарели». Они чуть не ощупью пробрались к стойке бара Севилл, Билтмор. В полутме были смутно видны другие посетители, которые молча согнулись над своими бокалами, словно парашютисты, угрюмо ожидающие сигнала к прыжку. Только буйная жизнерадостность доктора Гассельбахера могла устоять против этого мрака. «Вы ведь еще не выиграли», — прошептал Уормулд, пытаясь его утихомирить, но даже на шепот к ним с укором повернула свадьми чья-то голова. «Сегодня я выиграл», — произнес доктор Гассельбахер громко и твердо. «Завтра я могу проиграть, но сегодня никто не лишит меня моей победы». «140 тысяч долларов, мистер Уормулд! Какая жалость, что я слишком стар для любви. Я мог бы осчастливить красивую женщину, подарив ей рубиновое ожерелье. Но я не знаю, что делать. На что мне истратить эти деньги, мистер Уормулд? Пожертвовать на больницу?» «Извините», — прошептал честный голос из темноты. «Неужели этот тип и в самом деле выиграл 140 тысяч зелененьких?» «Да, сэр, я их выиграл», — решительно заявил доктор Гассельбахер, прежде чем Уормулд успел вмешаться. «Я их выиграл. И это так же верно, как то, что вы существуете, мой почти невидимый друг. Ведь вы бы не существовали, если бы я не верил в то, что вы существуете». «Вот так же и эти доллары. Я верю, и поэтому вы есть. То есть, как это, я, по-вашему, не существую? Вы существуете только в моем сознании, милый друг. Если бы я вышел из этой комнаты, да он тронутый, ну, тогда докажите, что вы существуете». «То есть, как это, докажите?» «Конечно, я существую, у меня первоклассное дело по торговле, недвижимостью, жена и двое детей в Майами. Я сегодня прилетел сюда, на Дельте, и сейчас пью виски. Что верно, а?» В голосе слышались слезы. «Бедняга», — сказал доктор Гассельбахер, «вы заслуживаете более изобретательного творца, чем я. Неужели я не мог придумать для вас ничего более интересного, чем Майами и недвижимость? Неужели не мог уделить вам немножко фантазии? Придумать вам имя, которое стоило бы запомнить?» «А чем плохое у меня имя?» Парашютисты у стойки замерли в немом негодовании. Перед прыжком нужно беречь нерва. «Ну, немножко поразмыслив, я сделаю его получше». «Спросите в Майами кого угодно о Генри Моргане?» «Нет, ей-богу, я плохо сработал». «Но знаете что?» — спросил доктор Гассельбахер. «Я на минуточку выйду из бара и вас уничтожу, а потом вернусь с другой выдумкой похлеще». «То есть как это — похлеще?» «Понимаете, если бы вас придумал вот этот мой друг-мистер Уормулд, вам бы куда больше повезло. Он бы дал вам университетское образование. Какое-нибудь имя вроде Пеннифезер». «То есть как это — Пеннифезер?» «Вы пьяны?» «Конечно, пьян. А пьянство губит воображение, поэтому-то я вас так пошло придумал. Майами, земельные участки, перелет на Дельте. Пеннифезер прибыл бы из Европы и пил бы свой национальный напиток — розовый джинн. «Я пью шотландские виски, и меня это устраивает. Это вам кажется, что вы пьете виски, или, точнее говоря, это я вообразил, будто вы пьете виски. Но мы сейчас все это переиграем», — радостно объявил доктор Гассельбахер. «Я на минутку выйду в холл и в самом деле придумаю что-нибудь похлеще». «Я не позволю над собой измываться», — встревожно заявил сосед. Доктор Гассельбахер выпил виски, положил на стойку доллар и поднялся, пошатываясь, но сохраняя достоинство. «Вы мне будете благодарны», — сказал он. «Ну, что бы нам придумать? — Доверьтесь мне, мистеру Уормелду, художник, поэт. А может, вы предпочитаете жизнь искателя приключений, контрабанду оружием, шпионаж?» С порогу он отвесил поклон в возмущенной тени. «Простите меня великодушно за торговлю недвижимостью». Голос прозвучал нервно, в нем слышалась неуверенность и даже какой-то страх. Он либо пьян, либо тронутый. Но парашютисты продолжали молчать. Уормелд сказал, «Ну, я с вами попрощаюсь, Гассельбахер, я и так опоздал. Считаю своим долгом проводить вас, мистер Уормелд, и объяснить, что это я вас задержал. Не сомневаюсь, что, когда я расскажу вашему другу, как мне повезло, он нас простит». «Не нужно, уверяю вас, это лишнее», — сказал Уормелд. «Он знал, что Готорн сделает из этого свои выводы. Даже разумный Готорн, если бы таковой существовал в природе, был бедствием. Ну а Готорн, страдающий подозрительностью?» У Уормелда холодела спина от одной этой мысли. Он направился к лифту. Доктор Гассельбахер плелся за ним. Не обратив внимания на красную сигнальную лампочку и предупреждение «Осторожно, ступеньки!» Доктор Гассельбахер споткнулся. «О, Господи!» — сказал он. «У меня подвернулась нога». «Идите домой, Гассельбахер!» — взмолился Уормелд с отчаянием. Он вошел в кабину лифта, но доктор Гассельбахер с неожиданной ловкостью вскочил туда вслед за ним. Он сказал. «Деньги исцеляют любую боль. Я давно уже не проводил так хорошо вечер». «Шестой этаж», — сказал Уормелд. «Мне надо остаться одному, Гассельбахер». «Зачем, извините? У меня икота». «Я иду на свидание, Гассельбахер». «Красивая женщина, мистер Уормелд!» «Я поделюсь с вами выигрышем, чтобы вам было легче совершать безумство». «Да нет, это совсем не женщина. Деловое свидание только всего». «Секретное дело?» «Я же вам говорил». «Какие могут быть секреты у пылесосов, мистер Уормелд?» «Новое агентство», — сказал Уормелд. Лифтер объявил. «Шестой этаж». Уормелд шел на корпус впереди, и голова его работала более ясно, чем у Гассельбахера. Комнаты были расположены, как тюремные камеры по всем четырем сторонам квадратной галереи. Внизу были та же, как светящиеся знаки на мостовой, блестели две лысины. Он заковырял к тому углу галереи, куда выходила лестница, и доктор Гассельбахер заковырял вслед за ним, но Уормелд был куда более опытный и хромой. «Мистер Уормелд!» — кричал ему Гассельбахер. «Мистер Уормелд!» «Я с радостью помещу сто тысяч из моего выигрыша!» Уормелд спустился уже на последнюю ступеньку, когда Гассельбахер только подошел к лестнице. Пятьсот десятая комната была близко. Он повернул ключ, маленькая настольная лампа освещала пустую гостиную. Уормелд тихонько притворил дверь. Доктор Гассельбахер еще не успел спуститься. Уормелд приложил ухо к скважине и услышал, как доктор Гассельбахер подпрыгивает, припадает на одну ногу, икает, и проходит мимо. Уормелд подумал, «Я чувствую себя шпионом и веду себя как шпион. Это идиотство! Что я скажу Гассельбахеру завтра утром?» Дверь в спальню была закрыта, и он направился было к ней, но потом остановился. «Не буди спящего пса! Если я нужен Гаторну, пусть Гаторна тыщит меня сам!» Однако любопытство заставило его осмотреть комнату. На письменном столе лежали две книги, два одинаковых экземпляра Шекспира для детей Лэма. На листке блокнота, может быть, Гаторн делал заметки для предстоящей встречи. Было написано «Первое — оклад», «Второе — расходы», «Третья — связь», «Четвертое — Чарльз Лэм», «Пятая — чернила». Он собирался открыть книгу, но чей-то голос сказал «Руки вверх! Арибо Лос-Манос!» «Лос-Манос», — поправил Уормолд. Он с облегчением увидел, что это Гаторн. «Ах, это вы!» — сказал Гаторн. «Я немножко запоздал, извините, мы гуляли с Гассельбахером». На Гаторне была лиловая шелковая пижама с монограммой на кармане. Вид у него был королевский. Он сказал, «Я уснул, а потом услышал, что кто-то здесь ходит. Можно было подумать, что его поймали врасплох, и он забыл о своем жаргоне, не успел им прикрыться, хотя надел пижаму. Он спросил, «Вы трогали Лэма?» Слова звучали, как укор. Он напоминал проповедника из армии спасения. «Извините, я просто хотел посмотреть. Ничего, это показывает, что инстинкт у вас верный. Вы, видно, любите эту книгу. Один экземпляр для вас». «Но я ее читал», — сказал Ормолд. «Много лет назад, и я не люблю Лэма. Она не для чтения. Неужели вы не слышали о книжном шифре?» «Сказать по правде нет?» «Сейчас покажу вам, как это делается. Один экземпляр остается у меня, сносясь со мной. Вам надлежит только указать страницу и строку, с которой вы начинаете шифровку. Конечно, этот шифр не так трудно разгадать, как механический, но и он заставит попадеть всяких там Гассельбахеров. Я бы вас очень просил выкинуть доктора Гассельбахера из головы. Когда мы как следует организуем вашу контору и обеспечим надлежащую конспирацию, сейф с секретом, радиопередатчик, обученный персонал, словом, приведем в порядок все ваше хозяйство, тогда мы, конечно, сможем отказаться от этого примитивного кода. Однако только опытный криптолог может разгадать такой шифр, не зная названия книги и когда она издана. А почему вы выбрали Лэма? Это единственная книга, которую я нашел в двух экземплярах, не считая хижины дяди Тома. Я очень торопился и должен был что-нибудь купить в Кингстоне до отъезда. Да, там была еще одна книжка под названием «Зажженная лампа руководства для вечерней молитвы». Но мне казалось, что она будет выглядеть как-то неестественно у вас на полке, если вы человек неверующий. Да, я человек неверующий. Я привез вам и чернила. У вас есть электрический чайник? Да, а что? Понадобится, чтобы вскрывать письма. Наши люди должны быть оснащены на все случаи жизни. А зачем чернила? У меня дома сколько угодно чернил. Да, но это симпатические чернила на случай, если вам что-нибудь придется послать обычной почтой. В вашей дочери, надеюсь, есть крючок для вязания. Она не вяжет? Тогда вам придется купить. Лучше всего из пластмассы. Стальной иногда оставляет следы. На чем? На конверте, который вы будете вскрывать. А зачем, прости господи, мне вскрывать конверты? Может возникнуть необходимость познакомиться с перепиской доктора Гассельбахера. Вам, естественно, придется обзавести своей агентурой на почте. Я категорически отказываюсь. Неупрямдис. Я затребовал сведения из Лондона. Когда мы его проверим, мы решим вопрос о его переписке. Полезный совет. Если у вас выйдут чернила, пользуйтесь птичьим дерьмом. Вы запомните, я не слишком быстро. Да ведь я еще не сказал, что согласен. Лондон дает 150 долларов в месяц и еще 150 на расходы. В этих придется отчитываться. Оплата вашей агентуры и так далее. На дополнительные расходы надо получать специальное разрешение. Постойте. От подоходного налога вы освобождаетесь, имеете это в виду. Гаторно воровато подмигнул. Подмигывание как-то не вязалось с королевской монограммой. Вы должны дать мне время подумать. Ваш шифр 59200 дробь 5. И он добавил с гордостью 59200 это конечно я. Вы будете нумеровать ваших агентов 59200 дробь 5 дробь 1 и так далее. Понятно? Не понимаю чем я могу быть вам полезен. Вы ведь англичанин? Бодро спросил Гаторн. Да, конечно англичанин. И вы отказываетесь служить вашей родине. Этого я не говорю, но пылесосы отнимают у меня уйму времени. Ваши пылесосы отличная маскировка сказал Гаторн. Великолепно придумано. Ваша профессия выглядит очень естественно. Но я и в самом деле торгую пылесосами. А теперь, если вы не возражаете, твердо заявил Гаторн, мы перейдем к нашему Чарльзу Лэму. Милли, сказал Ормулд, ты не ела кашу. Я больше не ем кашу. Ты положила в кофе только один кусок сахару. Уж не собираешься ли ты худеть? Нет. Может, это покаянный пост? Нет. Но ты до обеда ужасно проголодаешься. Я об этом думала. Придется приналечь на картошку. Милли, что ты выдумываешь? Я решила экономить. Вдруг в ночной тиши я поняла, сколько тебе приходится на меня тратить. Мне словно послышался чей-то голос. Я чуть не спросила, кто ты, но побоялась услышать твой Господь Бог. У меня ведь как раз подходящий возраст. Для чего? Для голосов. Я старше, чем была святая Тереса, когда она ушла в монастырь. Слушай, Милли, неужели ты задумала... Нет, что ты? Мне кажется, что капитан Сигура прав. Он сказал, что я сделана не из того теста. Милли, ты знаешь, как здесь зовут твоего капитана Сигуру? Да, кровавый стервятник. Он пытает заключенных. Он этого не отрицает. Ну, со мной он, конечно, ведет себя паинкой, но у него портсигар сделан из человеческой кожи. Он уверяет, будто это Софьян. Можно подумать, что я не знаю, как выглядит Софьян. Милли, ты должна прекратить с ним знакомство. Я так и сделаю, но не сразу. Сперва мне надо устроить лошадь в конюшню. Кстати, мой голос... А что этот голос сказал? Он сказал, но посреди ночи все это было куда больше похоже на божественное откровение. Ты взяла себе орешек не по зубам, моя милая, а как насчет загородного клуба? А что насчет загородного клуба? Это единственное место, где я могу по-настоящему ездить верхом, а мы не члены клуба. Ну что за радость, если лошадь стоит в конюшне? Капитан Сигура, конечно, член клуба, но я ведь знаю, ты не захочешь, чтобы я у него одалживалась. И вот я подумала, что если я начну меньше есть и помогу тебе сократить расходы по дому, ну и что это даст? Тогда ты, может, сумеешь взять семейный членский билет? Запиши меня, как Серафина. Это звучит куда приличнее, чем Милли. У Ормалда указалось, что во всем этом есть здравый смысл. Один только Гаторн был порождением жестокого и необъяснимого детства. Интермедиа в Лондоне. На одной из дверей в подземном этаже огромного железобетонного здания недалеко от Майда Вейл красный сигнал сменился зеленым и Гаторн переступил порог. Он оставил свое щегольство на берегах Карибского моря и надел видавший виды серый фланелевый костюм. Дома незачем было пускать пыль в глаза. Гаторн стал частицей тусклого январского Лондона. Шеф сидел за письменным столом, на котором гигантское преспопье из зеленого мрамора придавило всей своей тяжестью один единственный листок бумаги. Возле черного телефонного аппарата стояли недопитый стакан молока, флакон с какими-то серыми пилюлями и лежала пачка туалетной бумаги. Тут же стоял красный аппарат специального назначения. Черная визитка, черный галстук и черный монокль в левом глазу придавали шефу вид факельщика, а вся эта подземная комната напоминала склеп, мавзолей, могил. Вы меня вызывали, сэр? Просто поболтать, Гаторн, просто поболтать. Казалось, что покончив с похоронами, заговорил наконец наемный плакальщик, молчавший весь день с самого утра. Когда вы вернулись? Неделю назад. Обратно на Ямайку вылечу в пятницу. Все в порядке. Можно сказать, что Карибское море у нас в кармане, сэр, сказал Гаторн. А Мартиника? Там затруднений нет. Вы ведь помните, в Форде Франце мы сотрудничаем с вторым бюро генерального штаба. Название французской разведки. Но только в определенных границах. Ну да, конечно, в определенных границах. Сгоить было сложнее, но 59200 дробь два энергично взялся за дело. Сперва я был не совсем уверен на счет 59200 дробь пять. Дробь пять? Наш человек в Гаване. Выбор там небогатый, и сначала казалось, что он не хочет сотрудничать упрямый тип. Такие люди потом быстро растут на работе. Да, сэр, меня немного смущали его связи. Есть там один немец, Гассельбахер, проверка пока не дала результатов. Однако дело, кажется, идет на лад. Как раз когда я улетал из Кингстона, от него поступила заявка на непредвиденные расходы. Это всегда хороший признак. Да, сэр, показывает, что заработало воображение. Да, он захотел вступить в члены загородного клуба. Сборище миллионеров, наилучший источник политической и экономической информации. Вступительный взнос очень высок, раз в десять больше, чем у нас в Уайте, но я дал согласие. Уайт английский великосветский клуб. Правильно сделали. Как его донесения? По правде говоря, мы их еще не получали, но надо же ему дать время, чтобы наладить связи. «Может быть, я слишком напирал на конспирацию?» «Конспирация прежде всего, не зачем пускать машину, если она тут же взлетит на воздух. Видите ли, у него очень выгодное положение, отличные деловые связи, в том числе с влиятельными чиновниками и даже министрами». «Так-так», сказал шеф. Он вынул монокль с черным стеклом и стал протирать его листком туалетной бумаги. Но и глаз, который за ним прятался, был тоже из стекла бледно-голубой и неправдоподобный, словно у куклы говорящей «мама». Чем он занимается? Понимаете, он, в общем, импортирует оборудование и всякая такая штука. В интересах собственной карьеры лучше вербовать агентов с солидным положением в обществе. Прозаические детали, касавшиеся магазина на улице Лампарилья, хоть и занесены в особое досье, но вряд ли дойдут до этой подземной комнаты. Почему же он не был членом загородного клуба до сих пор? Да видите ли, в последние годы он живет отшельником семейной неприятности, сэр. Надеюсь, он не бабник? Что вы, ничего похожего, его бросила жена, сбежала с американцем. А он, кстати, не антиамериканец. Гавана не то место, где можно позволять себе подобные чудачества. Нам с американцами надо сотрудничать, конечно, в определенных границах. Нет, он совсем не такой, человек разумный, положительный, отнесся к разводу спокойно, воспитывает ребенка в католической школе, так хотела жена. Мне говорили, что на Рождество он посылает ей поздравительные телеграммы, уверен, что на его донесение можно будет целиком положиться. А знаете, Гаторн, насчет ребенка это очень трогательно. Что ж, подтолкните его, тогда мы сможем судить, на что он способен. Если он и в самом деле такой, как вы говорите, подумаем, не расширит ли ему штат. Гаванна может стать нашей ключевой позицией. Стоит где-нибудь начаться беспорядком, коммунисты всегда тут как тут. Какой у него способ связи? Я условился, что он еженедельно будет посылать дипломатической почтой в Кингстон донесения в двух экземплярах. Один экземпляр я оставляю себе, другой пересылаю в Лондон. Для телеграмм я дал ему книжный шифр. Он сможет отправлять их через консульство. Они будут недовольны. Я сказал, что это временно. Если он себя хорошо проявит, я буду за радиосвязь. Надеюсь, он сможет расширить штат своей конторы. Ну, конечно, хотя, как вам сказать, это не бог весть, какая большая контора, старомодная фирма, сэр. Вы же знаете этих купцов старого закала, искателей приключений. «Да, Гаторн, я их знаю. Маленький обшарпанный письменный стол, несколько служащих, теснота, допотопные арифмометры, секретарша, которая служит фирме верой и правдой вот уже сорок лет». Гаторн вздохнул с облепчением. Шеф отвечал на свои вопросы сам. «Если секретное досье попадет к нему в руки, все равно то, что там написано, не дойдет до его сознания». Маленький магазин, торгующий пылесосами, безнадежно потонул в бурном море фантазии шефа. Положение агента 59200 дробь 5 было упрочено. «Все это стало его второй натурой», объяснял шеф Гаторн, условно он, а не Гаторн натворял дверь на улице Лампарилья. Это человек, который всегда считал грошей и ставил на карту тысячи. Вот почему он и не состоял членом загородного клуба. Неудачный брак тут ни при чем. Вы у нас романтик, Гаторн. Женщины в его жизни приходили и уходили, но я уверен, что они никогда не играли в ней такой роли, как дело. Секрет успеха заключается в том, чтобы видеть своих людей насквозь. Этот наш человек в Гаване так сказать порождение века Киплинга. Останься прост, беседуя с царями, как там дальше, останься честен, говоря с толпой и тому подобное. Уверен, что в его залитом чернилами столе где-нибудь спрятана затасканная грошовая записная книжка в черном клеенчатом переплете, куда он записывал свои первые расходы. Четверть гроза резинок, шесть коробок перьев. Ну, не такой уж он древний старик, чтобы у него не было автоматической ручки. Шеф вздохнул и вставил на место черное стеклышко. Его невинное око снова спряталось при первом же намеке на оппозицию. Дело не в деталях, Гаторн, сердито сказал он, но если вы хотите держать его в руках, вы должны найти его старую записную книжку. Это, конечно, метафора. Слушай, сэр, ваша версия о том, что он стал отшельником, потеряв жену, основанно на ложной посылке. Такой человек ведет себя совсем иначе. Он не выставляет сердце на показ и не афиширует своих чувств. Если ваша посылка верна, почему он не стал членом клуба еще до смерти жены? Но жена его бросила. Бросила? Вы в этом уверены? Совершенно уверен. Значит, она шла этой старой записной книжки. Не поняла его. Отыщите ее готовный, он будет вашим до гроба. Простите, о чем мы говорили? О тесноте его конторы, сэр. Ему не так-то легко будет расширить штат. Мы постепенно уволим старых служащих, переведем на пенсию старуху секретаршу. В сущности говоря, сэр, конечно, все это только предположение, в конце концов он может нам и не подойти. Отличная порода, эти старые негацианты, но иногда не видят ни дальше своей бухгалтерии, и разведке от них мало пользы. Поглядим, что дадут его первые донесения, а лучше все-таки заранее все предусмотреть. потолкуйте-ка с мисс Дженкинсон, нет ли у нее в центральном секретаряте кого-нибудь знающего испанский язык. Поднимаясь в лифте и глядя на мелькающие этажи, Гатор обозревал мир, словно сбор таратеты. Западная Европа осталась у него под ногами, Ближний Восток, Латинская Америка. Шкафы с картотеками обступали мисс Дженкинсон, как колонны храма окружают убеленного сединами оракула. Ее одно звали здесь по фамилии. По каким-то непонятным конспиративным соображениям всех других обитателей здания называли по именам. Когда Гаторн вошел в комнату, она как раз диктовала секретарше. Вниманию АО. АО административный отдел. Анжелика переведена в С5 с повышением оклада до 8 фунтов в неделю. Прошу проследить за немедленным исполнением. Предвидя возражение, предлагаю учесть, в настоящее время жалование Анжелики лишь приближается к заработку кондуктора автобуса. «Да?» отрывисто спросила мисс Дженкинсон. «Слушай вас. Меня послал к вам шеф. У меня нет свободных людей. Нам пока никто и не требуется, но могут возникнуть различные варианты. Этель, голубушка, позвоните Д2 и скажите, что я не разрешаю задерживать моих сотрудниц на работе после 7 часов вечера. Разве что в стране будет объявлено чрезвычайное положение. Передайте, что если начнется война, ряд должен быть немедленно поставлен в известность. Нам может понадобиться секретарь со знанием испанского языка в район Карибского моря. «У меня нет свободных людей», механически повторила мисс Дженкинсон. «Гавана, маленькая резидентура, приятный климат. Сколько человек в штате?» «Пока что один». «У меня не брачная контора», заявила мисс Дженкинсон. «Это пожилой человек, у него 16-летняя дочь. Женат?» «Вроде того, неопределенно ответил Гаторн. На него можно положиться?» «В каком смысле?» «Он человек надежный, спокойный, невлюбчивый». «О, да, будьте уверены, это старый негациант», сказал Гаторн, подхватывая на лету гипотезу шефа. «Создал свое дело из ничего, на женщин не смотрит, а половой вопрос его не интересует, он выше этого». «Никто не бывает выше этого», сказал мисс Дженкинсон, «а я отвечаю за девушек, которых командирую за границу». «Вы же сказали, что у вас нет свободных людей». «Ну, на определенных условиях я, может быть, и смогла бы выделить вам Беатрису». «Беатрису, мисс Дженкинсон», раздался возглас из-за картотеки. «Да, Беатрису, я кажется, ясно», сказала «отель». «Но, мисс Дженкинсон, ей нужно набраться опыта, вот все, чего ей не хватает. Эта должность ей подойдет. Не такая уж она молоденькая и любит детей». «Там требуется человек со знанием испанского», вставил Гаторн, «любую к детям не самое главное». «Беатриса наполовину француженка, французским она владеет лучше, чем английским, но нам нужен испанский». «Это почти одно и то же, и тот, и другой романские языки». «Нельзя ли ее повидать и поговорить с ней? Она прошла подготовку. Она прекрасная шифровальщица, окончила курсы микрофотографии. Стенографирует, правда, с грехом пополам, но отлично печатает на машинке, разбирается в электродинамике». «Это еще что такое?» «Точно не знаю, но пробки починить сумеет». «Тогда ее не испугают и пылесосы. Она секретарь, а не горничная». С шумом задвинулся ящик в картотеке. «Хотите берите, хотите нет», сказал мисс Дженкинсон. «Гатурну казалось, что она говорит о Беатрисе как о неодушевленном предмете, а кроме нее вы никого не можете предложить. Это все, что у меня есть». Снова с грохотом задвинулся ящик. «Этель», сказал мисс Дженкинсон. «Если вы не научитесь выражать свои чувства менее шумно, я верну вас в Д-3». Гатурну ушел от нее полный сомнений. Ему казалось, что мисс Дженкинсон с необычайной легкостью сбывает с рук то, от чего сама рада избавиться. Не то краденую драгоценность, не то беспородную шавку. Часть вторая, глава первая. Уормулт возвращался из консульства. Во внутреннем кармане пиджака у него лежала телеграмма. Ее бесцеремонно сунули ему в руки, а когда он попытался завязать разговор, его оборвали. «Нас это совершенно не касается. Временная договоренность. Чем скорее это кончится, тем лучше». Мистер Гатурн сказал, «Знать не знаем никакого мистера Гатурна. Запомнить это раз навсегда. Здесь такой не служит. Всего хорошего». Он пошел домой. Город вытянулся вдоль берега океана. Волны разбивались у самой Авенида Дем Массео, и брызги застилали ветровые стекла автомобилей. Розовые, серые, желтые колонны некогда аристократического квартала выветрились как прибрежные скалы. Почерневший облезлый герб красовался над дверью убогой гостиницы, а ставни ночного кабака были ярко выкрашены, чтобы уберечь их от океанской соли и сырости. На западе стальные небоскребы нового города вздымались в светлом февральском небе выше маяков. Этот город был создан для туризма, а не для оседлой жизни. Но здесь Ормулд впервые полюбил, и теперь он был прикован к Гаване как погорелец к своему пепелищу. Время поэтизирует даже поле битвы, и, может быть, милле напоминало цветок, распустившийся на старом редуке, где много лет назад была отбита кровопролитная атака. Мимо него шли женщины со следами золы на лбу, словно они вышли на свет Божий из преисподней. Он вспомнил, что сегодня первая среда Великого Поста. По обряду католической церкви в этот день священник чертит золою крест на лбу прихожан. Придя домой, он не застал милле, хотя в школе занятий не было. Может быть, она еще не вернулась с обедни, а может быть, каталась верхом в загородном клубе. Лопес демонстрировал турбоэкономки какого-то священника, который уже забраковал атомный котел. Худшие опасения у Ормолда оправдались. Пока что ему не удалось сбыть ни одного пылесоса новой модели. Он поднялся к себе и распечатал телеграмму. Она была адресована одному из отделов британского консульства. Ряды цифр выглядели уродливо, словно номера нераспроданных лотерейных билетов. За цифрой 2674 следовала шеренга пятизначных 42, 811, 79, 145, 72, 312, 59, 200, 80, 947, 62, 533, 10, 605 и так далее. Это была первая шифровка в его жизни, и он обратил внимание, что она отправлена из Лондона. Он вовсе не был уверен, что сумеет ее расшифровать, полученный им урок, казалось, отошел так далеко в прошлое. Но тут он узнал цифру 59, 200. Она имела такой решительный и укоризненный вид, словно Гаторн собственной персоной поднялся к нему по лестнице. Уормолт мрачно снял с полки Шекспира для детей Лэма, так он всегда ненавидел Элию и его очерк о жареном поросенке. Элия псевдоним Чарльза Лэма. Года жизни 1775 и 1834 его очерки Элии пользуются в Англии широкой известностью. Он вспомнил, что первые цифры обозначают страницу, строку и слово, с которых начинается шифровка. Дионисию, злую жену Клеона, прочел он, постигла заслуженная кара. Он начал расшифровывать со слова кара. К его удивлению, что-то и в самом деле получалось. Казалось, будто вдруг заговорил попугай, доставшийся ему по наследству. Номер 1, а 24 января ниже следующая от 59 200 начинается абзац А. За три четверти часа сложения вычитания он расшифровал всю депешу, кроме последнего абзаца, с которым произошла какая-то ошибка, не то у него, не то у 59 200, а может быть и у Чарльза Лэма. Ниже следующая от 59 200 начинается абзац А. Почти месяц, как одобрено членство в загородном клубе, но никаких сообщений относительно кандидатур агентов еще не поступало. точка надеюсь вы не будете повторяю не будете вербовать свою агентуру не проверив ее досконально. Точка начинается абзац Б. Необходимо немедленно переслать 59 200 экономический и политический доклад согласно врученному вопроснику начинается абзац В. Проклятый Галун подлежит пересылке Кингстон раньше туберкулезного сообщения конец. Последний абзац похожий на чье-то сердитое бормотание встревожил у Ормолда. Впервые ему пришло в голову, что на их взгляд, кто бы они там ни были, он только брал деньги и ничего не давал взамен. Это его мучило. До сих пор ему казалось, что он просто получил от какого-то чудака подарок, позволивший Милле ездить верхом в загородном клубе, а ему самому заказать в Англии несколько книг, о которых он давно мечтал. Остаток денег был положен в банк, он и верил, и не верил, что когда-нибудь сумеет вернуть эту сумму Гаторну. Уормолд подумал, надо что-то сделать, назвать фамилии, чтобы они могли заняться проверкой, завербовать агента, словом, доставить им какое-то удовольствие. Он вспомнил, как Милле в детстве играла в лавку. Она отдавала ему свои карманные деньги на воображаемые покупки. Он играл с ней в эту игру, но рано или поздно Милле всегда требовала деньги обратно. Интересно, как вербуют агентов. Ему трудно было вспомнить, как его вербовал Гаторн. Все произошло в уборной, но вряд ли это было самое главное. Он решил начать с того, что попроще. Вы меня звали сеньор Вормель. Выговорить фамилию Уормолд Лопесу было не по силам, но поскольку он не мог остановиться на какой-нибудь подходящей замене, он редко удостаивал Уормолда два раза подряд одной и той же кличкой. Я хочу поговорить с вами, Лопес. Си, сеньор Вормель. Да, испанская. Вы служите у меня вот уже много лет, сказал Уормолд. Мы доверяем друг другу. Лопес выразил полноту своего доверия, приложив руку к сердцу. Вы бы хотели зарабатывать каждый месяц немножко больше денег? Ну, конечно, я и сам собирался поговорить с вами, сеньор Вормель. Скоро у меня будет ребенок, может быть, еще двадцать песо. Это не имеет отношения к фирме. Торговля идет плохо. Понимаете ли, это будет секретная работа на меня лично. Ну, да, личные услуги, понимаю. Можете на меня положиться, я не болтун, понятно, я ничего не скажу сеньорике. Нет, вы меня не так поняли. Тогда мужчина в годах, сказал Лопес, он больше не хочет сам искать себе женщину, он хочет передохнуть, он хочет приказывать сегодня ночью, да, завтра да ничего подобного, я просто хотел сказать, словом, это не имеет никакого отношения. Мы же свои люди, сеньор Вормалле, я у вас уже много лет. Вы ошибаетесь, сказал Уормалд, у меня и в мыслях не было, я понимаю, что англичанину с вашим положением такие места, как Санам Франциско не подходят, и Мамбо клуб тоже. Уормалд, знав, что теперь, когда его приказчик оседлал своего конька, ничто уже его не остановит, человеческое тело в Гаване было не только основной статьей купли и продажи, но и смыслом существования всей человеческой жизни. Его либо покупаешь, либо продаешь, какая разница, но даром его не получаешь никогда. Юноша любит разнообразие, говорил Лопес, но его ищет и мужчина в годах. У юноши любопытство новичка, но пожилому необходимо возбуждать свой аппетит. Никто не услужит вам лучше меня, сеньор Воннель, ведь я к вам присмотрелся, вы не кубинец, какой у девочки задок для вас не так важный, как деликатное обхождение. Вы меня совсем не поняли, сказал Уормулд. Сегодня вечером сеньорита идет на концерт. Откуда откуда вы знаете? Лопес оставил этот вопрос без ответа. Пока ее не будет, я приведу вам одну молодую даму, вы ее посмотрите, если она вам не понравится, приведу другую. Нет, нет, мне нужны совсем не такие услуги, Лопес. Мне нужно... Словом, я хочу, чтобы вы глядели в оба, не зевали и сообщали мне обо всем... Насчет сеньориты? Боже мой, да нет. Так о чем же мне сообщать сеньор Вомольд? Ну, о всяких таких вещах, сказал Уормолд. Но он понятия не имел, о каких вещах может сообщать ему Лопес. Из длинного перечня ему запомнились только несколько вопросов, и ни один из них, по-видимому, не подходил ни коммунистическое проникновение в армию, ни точные данные об урожае кофе и табака за последний год. для бумаг в учреждениях, где Лопес ремонтировал пылесосы. Ну, конечно же, Гаторн шутил, говоря о деле Дрейфуса, если только такие люди вообще могут шутить. О каких вещах? Уормолд сказал, я сообщу вам потом. А теперь ступайте в магазин. Был час коктейля, и в чудо-баре доктор Гассель Бахер с удовольствием допивал вторую рюмку шотландского виски. Вы все еще нервничаете, мистер Уормолд? спросил он. Да, нервничаю. Все из-за пылесоса, атомного пылесоса? Нет, не из-за пылесоса. Уормолд допил свой Дейквир и заказал второй. Сегодня вы торопите спить. Вам, наверное, никогда не были до заезу нужны деньги, Гассель Бахер. Еще бы, у вас ведь нет детей. Скоро у вас их тоже не будет. Да, наверное. От этого утешения ему стало так же холодно, как и от Дейквири. Но когда это время придет, я бы хотел, чтобы мы с ней были где-нибудь подальше отсюда. Не желаю, чтобы Милли сделал женщиной какой-нибудь капитан Сигуры. «Понимаю. Недавно мне предложили деньги, да? За информацию». «Какую информацию?» «Секретную». Доктор Гассель Бахер вздохнул и сказал, «Счастливый вы человек, мистер Ормолд. Такую информацию давать легче всего». «Почему?» «Если она очень уж секретная, о ней знаете вы один, и все, что от вас требуется, мистер Ормолд, это капелька воображения. Они хотят, чтобы я вербовал агентов». «Скажите, Гассель Бахер, как вербуют агентов?» «Их тоже можно придумать, мистер Ормолд. Вы так говорите, словно у вас в этом деле огромный опыт». «Я человек опытный только в делах медицины. Вы читали когда-нибудь объявление о секретных лечебных средствах?» «Средства для ращения волос, раскрытые на смертном одре вождем краснокожих». «Если речь есть что-то заманчивое, люди верят. Может быть, это остаток веры в колдовство?» «Вы читали Джеймса Фрезера?» «Джеймс Фрезер, известный английский антрополог и писатель года жизни 1864-1941. «Вы знаете, что такое книжный шифр?» «Все-таки не рассказывайте мне лишнего, мистер Ормолд. Я ведь не торгую секретами, у меня детей нет. И пожалуйста, не придумывайте, будь-то я тоже ваш агент». «Нет, это не выйдет. Им не нравится наша дружба, Гассельбахер. Они хотят, чтобы я с вами не встречался. Они вас проверяют. Вы знаете, как они проверяют людей?» «Не знаю. Будьте осторожны, мистер Уормолд. Берите у них деньги, но не давайте им ничего взамен. Вы плохо защищены от таких, как капитан Сигура. лгите, но не связывайте себе рук. Они не заслуживают правды». «Кто они?» «Королевство, республики, словом, державы». Он топил свою рюмку. «Мне пора, пойду посмотрю на посевы моих бактерий, мистер Уормолд». «У вас что-нибудь получается?» «Слава Богу, ничего. Пока ничего не получилось, у вас все еще впереди, правда». «Какая жалость, что каждую неделю я теряю 140 тысяч долларов». «И вот я опять бедняк». «Вы не забудете про день рождения Миля?» «Может быть, проверка даст плохие результаты, и вы не захотите, чтобы я пришел?» «Главное помните, пока вы лжете, вы не приносите вреда». «Но я беру у них деньги?» «У них нет других денег, кроме тех, которые они отнимают у таких людей, как мы с вами». Он толкнул дверь и вышел. «Доктор Гассельбахер никогда не говорил о морали. Мораль ведь не имеет отношения к медицине». Уормолд нашел список членов загородного клуба Милли в комнате. Он знал, где его искать, между последним выпуском ежегодника любительницы верховой езды и романом «Мисс Пони Трэггерс «Белая кобыла». Он вступил в загородный клуб, чтобы найти подходящих агентов, и вот они все выстроились теперь перед ним в две колонки, занимая больше двадцати страниц. Глаз его уловил англосаксонское имя Винсент Паркмен. Может быть, это отец Эрла? Уормолд решил, что правильно будет сохранить с Паркменами семейные отношения. К тому времени, когда он сел шифровать, он выбрал еще двоих, некоего инженера Сифуэнтеса и профессора Луиса Санчеса. Профессор, каких бы там ни было наук, мог давать сведения экономического характера, инженер техническую информацию, а мистер Паркмен политическую. Положив перед собой Шекспира для детей, в качестве ключа он выбрал фразу «пусть все, что случится, будет радостным», Уормолд зашифровал номер один от 25 января абзац А начинается, я завербовал моего приказчика и дал ему номер 59 200 дробь 5 дробь 1 точка предполагаемый оклад 15 песо в месяц точка абзац Б начинается, пожалуйста, проверьте следующих лиц. Вся эта возня с абзацами казалась у Уормолду пустой тратой времени и денег, но Гаторн объяснил ему, что это обычная шпионская процедура. Совсем как Милли, которая, играя в лавку, требовала, чтобы все покупки заворачивались в бумагу, даже если то была одна единственная стеклянная бусинка. Абзац В начинается, требуемый экономический доклад высылаю в ближайшее время дипломатической почтой. Теперь оставалось только ждать ответа и готовить экономический доклад. Это не давало ему покоя. Лопес получил первое ответственное задание купить все официальные справочники, какие только есть по производству сахара и табака. Уормолд стал ежедневно часами читать местные газеты, отмечая все, что могли сообщить профессор или инженер. Ведь вряд ли кто-нибудь в Кингстоне или Лондоне изучал гаванские газеты. На этих неряшлив отпечатанных листках ему самому открылся новый мир. Раньше он, видно, чересчур доверял Нью-Йорк Таймс и Нью-Йорк Геральд Трибюн, когда хотел представить себе, что творится на свете. В двух шагах от чуда-бара зарезали девушку. Жертва любви, писал репортер. Гавана полна была жертв того или иного рода. Какой-то человек потерял за одну ночь все свое состояние в тропикане. Он влез на эстраду, обнял темнокожую певицу, потом погнал свою машину на полной скорости в море и утопился. Другой хладнокровно удушил себя подтяжками. Случались и чудеса. Святая дева заплакала солеными слезами, а свеча, зажженная перед образом святой девы Годолубской, неизвестно почему, горела целую неделю от пятницы до пятницы. Из этого калейдоскопа насилия, страстей и любви были исключены одни только жертвы капитана Сигуры. Они страдали и умирали, не удостаиваясь внимания печати. Составление экономического доклада оказалось утомительным делом. Уормулт печатал только двумя пальцами и не умел пользоваться табулятором. Нужно было подправлять цифры официальной статистики на случай, если бы кому-нибудь в центре взбрело в голову сличить их с докладом и порой Уормулт забывал, как он изменил ту или иную цифру. Он никогда не был силен в арифметике. Если ускользала какая-нибудь запятая в десятичных дробях, за ней приходилось гоняться вверх и вниз по доброму десятку колонок. Это было похоже на отчаянные попытки удержаться на ярмарочном колесе смеха. Через неделю его стало беспокоить, что так долго нет ответа. Неужели Гаторн почуял что-то неладное? Временное облегчение доставило вызов в консульство, где угрюмый секретарь вручил ему запечатанный конверт, адресованный по какой-то непонятной причине мистеру Люку Пенни. Внутри этого конверта лежал другой с надписью Генри Литбеттеру Управление гражданскими научно-исследовательскими работами. На третьем конверте значилась цифра 59200 дробь 5, в нем было жалование за три месяца и сумма на оплату непредвиденных расходов в кубинской валюте. Уормолт отнес деньги в банк. Положить на текущий счет фирмы, мистер Уормолт? Нет, на мой личный счет. Но пока кассир считал, его не покидало ощущение вины, ему казалось, будто он присвоил казенные деньги. Глава 2 Прошло 10 дней, но ответа на свои вопросы Уормолт так не получил. Он даже не мог отослать свой экономический доклад, пока мифический агент, автор этого доклада, не был проверен и утвержден. Подошел срок его поездки к розничным торговцам в Матансасе, Сиенфуэгаси, Санта-Кларе, Сантьяго. Он каждый год объезжал эти города в своем стареньком Хилмене. Перед отъездом он послал готовную телеграмму. Под предлогом посещения контрагентов по пылесосам собираюсь выяснить возможность вербовки порту Матансасе, промышленном городе Санта-Кларе, военно-морской базе Сиенфуэгаси и повстанческом центре Сантьяго. Предполагаемые дорожные расходы 50 долларов в сутки. Он поцеловал Милли, взял с нее обещание, что в его отсутствии она не будет кататься с капитаном Сигурой и затарахтел к чудо-бару, чтобы выпить прощальную рюмку с доктором Гассельбахером. Раз в год и всегда во время своей поездки Уормл писал письмо младшей сестре в Нордгемптон. Может быть, письмо к Мэри ненадолго исцеляло от тоски по Милли. В письмо он неизменно вкладывал последние кубинские марки для племянника. Мальчик стал собирать марки в шестилетнем возрасте. Время не стояло на месте, но Уормл как-то не приходило в голову, что племяннику давно стукнуло семнадцать, и он, вероятно, забросил свою коллекцию. Во всяком случае, он был уже слишком взрослым для той записки, в которую Уормл завернул марки. Чересчур наивные даже для Милли, а племянник был несколькими годами старше. «Дорогой Марк», писал Уормл «Посылаю марки для твоей коллекции. Наверное, она у тебя уже огромная. Боюсь только, что эти марки не очень интересны. Вот было бы хорошо, если бы на наших кубинских марках рисовали птиц, зверей или бабочек, как на тех красивых марках из Гватемалы, которые ты мне показывал, твой любящий дядя. Постскриптум, я сижу и гляжу на море, у нас очень жарко». Сестрен писал обстоятельнее. «Я сижу на берегу залива в Сиен-Фуэгосе, сейчас больше, чем 90 градусов по Фаренгейту, хотя солнце уже час как зашло. В кино показывают Мерлин Монро, а в гавани стоит судно, которое, как ни странно, называется Хуан Бельмонте. Помни, что зима в Мадриде, когда мы ходили на бой быков». Главный механик судна, я думаю, что это главный механик, сидит за соседним столиком и пьет испанский коньяк. Потом ему останется только пойти в кино. Сиен-Фуэгос, наверное, самый тихий порт на свете. Одна единственная розово-желтая улица, несколько кабачков, высокая труба сахарного завода, а в конце заросший сорняком тропинки Хуан Бельмонте. «Почему-то мне хотелось бы уплыть на нем вместе с Милле, но разве это возможно? пылесосы покупают плохо, в эти беспокойные дни далеко не всегда есть электричество. Вчера вечером в Матансасе три раза газ свет, в первый раз, когда я сидел в ванне, какие глупости, я пишу тебе в такую даль. Ты только не воображаешь, что мне здесь плохо, в здешних местах много хорошего, иногда мне страшно подумать о возвращении домой к магазинам Бутса Вулварта. Кафетерием мне было бы сейчас не по себе даже в Белой Лошади. Магазины Бутса и Вулварта магазины стандартных цен. Белая Лошадь марка виски, по имени которой в Англии нередко называют кабачки. Главный механик сидит с девушкой, вероятно у него есть девушка и в Матансасе, он льет ей коньяк прямо в глотку, как ты даешь кошке лекарство. Такое здесь удивительное освещение перед закатом горизонт полоса жидкого золота, а на свинцовой рябе море темные пятна распластавших крылья птиц. Высокий белый памятник на бульваре, днем он похож на королеву Викторию, превратился сейчас в глыбу, излучающую мистическое сияние. Чистильщики сапог запрятали свои щетки под кресла, которые стоят между розовыми колоннами. Когда чистишь ботинки, сидишь высоко над тротуаром, словно на библиотечной стремянке, а ноги твои покоятся на спинах двух бронзовых морских коньков. Может быть, их завез сюда какой-нибудь финикеец. Почему у меня такая тоска по родине? Наверное, потому, что я отложил немножко денег и скоро должен решиться уехать отсюда навсегда. Не знаю, сумеет ли Милли вынести секретарские курсы в каком-нибудь унылом квартале северного Лондона. Как поживает тетя Алиса? Все еще закладывает уши воском, а дядя Эдвард, может, он уже умер. Я дожил до возраста, когда родственники умирают незаметно. Он заплатил по счету и на всякий случай узнал фамилию главного механика. По приезде домой полезно будет послать на проверку несколько имен, чтобы оправдать дорожные расходы. В Санта-Кларе дряхлый Хилмен пал под ним как загнанный мул. Что-то в конце концов разладилось в его внутренностях, одна только Милли догадалась бы, что именно. В ближайшем гараже ему заявили, что ремонт займет несколько дней, и Уормулт решил отправиться в Сантьяго автобусом. Так было даже быстрее и безопаснее. В провинции Ориента, где повстанцы как всегда хозяйничали в горах, а правительственные войска в городах и на дорогах, движение часто прерывалось, но автобусы задерживали реже, чем частные машины. Он приехал в Сантьяго вечером, в безлюдную и опасную пору, когда в городе соблюдался никем не объявленный комендантский час. Лавки на площади, пристроенные к собору, были уже закрыты. Одна единственная пара торопливо пробиралась куда-то мимо гостиницы. Вечер был влажный и душный, темная зелень ветвей тяжело свисала к земле в тусклом свете уличных фонарей, горевших в пол накала. В гостинице его встретили недоверчиво, словно были убеждены, что он чей-то шпион. Он почувствовал себя самозванцем, ведь это была гостиница для настоящих шпионов, настоящих провокаторов и настоящих повстанческих эмиссаров. В убогом баре монотонно бормотал какой-то пьяный, совсем в манере Гертруда Стейн. Гертруда Стейн американская писательница, годы жизни 1874-1946. Он твердил, куба есть куба, есть куба, есть куба. На ужин у Ормолдуу подали сухой плоский омлет в каких-то странных пятнах с ободранными, как у старинной рукописи, краями и кислое вино. Во время еды он написал открытку доктору Гассельбахеру. Когда бы он не уезжал из Гаванны, он неизменно посылал Мелли и доктору Гассельбахеру, а иногда даже и Лопесу, дешевые открытки с изображением дешевых гостиниц, отмечая крестиком окно своей комнаты, как в детективном романе отмечают место преступления. Сломалась машина, все в порядке, надеюсь вернуться в четверг. Открытка с картинкой верный признак одиночества. В 9 часов Ормолт отправился на поиски своего клиента. Он позабыл о том, как пустыны после наступления темноты улицы Сантьяго. За железными решетками запирались ставни, и как в оккупированном городе дома поворачивались спиной к прохожим. Немножко светлее было возле кино, но никто туда не ходил. По закону оно должно было оставаться открытым, однако после захода солнца туда отваживался забрести только какой-нибудь солдат или полицейский. В одном из переулков Ормолт наткнулся на военный патруль. Ормолт и его клиент сидели в маленькой душной комнате. Открытая дверь выходила в патио, где росла пальма и стояла водопроводная колонка, но снаружи было так же жарко, как и в доме. Патио внутренний дворик. Они сидели друг против друга в качалках, раскачиваясь вперед и назад, вперед и назад, и поднимая небольшой ветерок. В торговле застой, вперед-назад, никто в Сантьяго не покупает электроприбор, вперед-назад. К чему они? Вперед-назад. Тут как нарочно погасло электричество, и они продолжали качаться в темноте. Качнувшись не в такт, они слегка стукнули с головами. Простите, виноват. Вперед-назад, вперед. Кто-то скрипнул стулом в патио. Это ваша жена? Спросил Ормолд. Нет, там не должно быть никого, мы одни. Ормолд качнулся вперед, качнулся назад, снова качнулся вперед, прислушиваясь к тому, как кто-то крадучись ходит по двору. Да, конечно. Он ведь был в Сантьяго, в любом доме здесь мог скрываться беглец. Лучше всего было ничего не слышать. Ну, а ничего не видеть было совсем просто даже тогда, когда опять загорелся неверный свет, и нити накала замерцали бледным, желтоватым сиянием. По дороге в гостиницу его остановили двое полицейских. Они спросили, что он делает так поздно на улице. Но и сейчас только десять часов, заметил он. Что вам нужно в десять часов на улице? Но ведь комендантский час не объявлен. Внезапно один из полицейских без всякого предупреждения хлестнул его по лицу. Уормолд был скорее удивлен, чем рассержен. Он принадлежал к людям уважающим закон. Полиция была для него естественной защитницей. Схватившись рукой защит, он спросил, господи, что же это вы делаете? Второй полицейский ударил его в спину так, что он едва удержался на ногах. Шляпа его скатилась в канаву в самую грязь. «Отдайте мне шляпу», сказал он, но его ударили снова. Он начал было что-то говорить о британском консуле, ему дали такого пинка, что он отлетел на другую сторону мостовой и чуть было не упал. Затем его втолкнули в какую-то дверь, и он очутился у стола, за которым спал полицейский, положив голову на руки. Он проснулся и заорал на Уормолда. Свинья было самым мягким из его выражений. «Уормолд», сказал я, британский подданный, моя фамилия Уормолд, мой адрес в Гаване, Лампариле 37, возраст 45 лет, разведен с женой, я хочу позвонить консулу. Человек, обозвавший его свиньей и носивший на рукаве нашивки сержанта, приказал ему предъявить паспорт. «Не могу, он у меня в гостинице в портфеле». Один из тех, кто его задержал, сказал со злорадством «Обнаружен на улице без документов». «Обыщите его», сказал сержант. Они извлекли его бумажник, открытку к доктору Гассельбахеру, которую он позабыл опустить, и маленькую бутылочку виски старый дед, купленную в баре-гостинице. Сержант долго изучал бутылочку и открытку. «Зачем вы носите с собой эту бутылку?» спросил он. «Что в ней такое?» «А что в ней может быть?» «Мятежники делают из бутылок гранаты». «Но не из таких же маленьких бутылочек». Сержант вытащил пробку, понюхал и вылил несколько капель себе на ладонь. «Похоже, на виски», сказал он и принялся за открытку. «Почему вы поставили крест на открытке?» «Это окно моей комнаты». «Зачем вам понадобилось показывать окно вашей комнаты?» «А почему бы нет? просто, ну, все так делают, когда путешествуют. Вы хотели, чтобы кто-то забрался к вам в окно?» «Конечно, нет». «Кто такой доктор Гассельбахер?» «Старый друг». «Вы ждете его в Сантьяго?» «Нет». «Так зачем же вам надо показывать ему, где ваша комната?» Уормалд начал усваивать истину, так хорошо известную всем преступникам мира. «Человеку, облеченному властью, невозможно что бы то ни было объяснить». Он дерзко заявил, «Доктор Гассельбахер женщина». «Женщина врач?» неодобрительно воскликнул сержант. «Нет, доктор философии, очень красивая женщина». Он описал в воздухе два полушария. «И она приедет к вам в Сантьяго?» «Нет, нет, но вы-то знаете, женщин-сержант, им хочется видеть, где спит их мужчина». «Вы ее любовник?» Атмосфера начала проясняться. «А все-таки это не объяснение. Зачем вы шатаете с ночью по улицам?» «Но нет уже закона». «Закона нет, но люди осторожные сидят дома. По ночам бродят только злоумышленники». «Мне не с полос я мечтал об Эмме». «О какой Эмме?» «О докторе Гассельбахер». Сержант произнес с расстановкой тут что-то не так. У меня на это нюх. «Вы говорите неправду. Если вы любите Эму, почему вы приехали в Сантьяго?» «Е муж нас подозревает». «У нее есть муж». «Это не очень-то приятно». «Вы католик?» «Нет». Сержант взял со стола открытку и снова принялся ее изучать. «Крест на окне вашей спальни это тоже не очень красиво. Как она объяснит это мужу?» У Ормолд быстро сообразил. «Ее муж слепой». «Опять некрасиво, совсем некрасиво». «Стукнуть его еще разок?» спросил один из полицейских. «Погоди. Я сначала его допрошу. Вы давно знакомы с этой женщиной Эммой Гассельбахер». «Неделю». «Неделю?» «Все, что вы говорите, очень некрасиво. Вы протестант и распутник. Как вы познакомились с этой женщиной?» «Нас познакомил капитан Сигура». Рука сержанта, державшая открытку, застыла в воздухе. Уормолд услышал, как у него за спиной крякнул полицейский. «Все долго молчали». «Капитан Сигура?» «Да». «Вы знаете капитана Сигуру?» «Это приятель моей дочери». «А, так у вас есть дочь, вы женаты. Это некр...» «Начал было он снова, но его прервал один из полицейских. Он знаком с капитаном Сигурой». «Почем я знаю, что вы не врете?» «Позвоните ему и проверьте». «Пройдет несколько часов, прежде чем я дозвоню с Дагаван. Ночью мне из Сантьяго все равно не уехать, я подожду в гостинице. Или в одной из камер здесь, в участке». «Не думаю, чтобы капитану Сигури это очень понравилось». Сержант задумался уже всерьез, продолжая одновременно разглядывать содержимое бумажника. Потом он приказал одному из полицейских проводить Уормалда в гостиницу и посмотреть его паспорт. Сержант явно рассчитывал спасти таким путем свой престиж. Они дошли до гостиницы в неловком молчании и только в постели Уормалд вспомнил, что открытка к доктору Гассельбахеру так и осталась на столе у сержанта. Он не придал этому никакого значения, утром пошлет другую. Как поздно человек начинает постигать все хитросплетения жизни, где иногда даже открытка может сыграть важную роль и понимать, что нет такой мелочи, которой можно было бы пренебречь. Через три дня Уормалд сел в автобус и поехал назад в Санта-Клару. Его Хилмен был готов и он добрался до Гаваны без всяких приключений. Глава третья. Приехал в Гавану под вечер, он нашел пачку телеграмм, ждала его и записка от Милли. Что это ты выкинул? Сам знаешь кто, он этого не знал, ведет себя крайне настойчиво, хотя и вполне прилично. Ты не думай, доктор Гассельбахер срочно хочет с тобой поговорить. Целую. Пост скриптум, ушла кататься верхом в загородный клуб. Серафину снимали фотокорреспонденты. Как по-твоему, это слава? Доктор Гассельбахер мог подождать, но две телеграммы были срочные. Номер два от пятого марта начинается абзац А. Проверка Гассельбахера дала сомнительные результаты. Точка. Будьте крайне осторожны при встречах с ним, сведите их к минимуму конец. Винсента К. Паркмана отклоняли безоговорочно. Контакта с ним не устанавливать. Повторяю, не устанавливать. Точка. Есть подозрения, он уже завербован американской разведкой. Следующая телеграмма номер один от четвертого марта звучала сухо. Прошу в дальнейшем согласно инструкции в каждой телеграмме касаться только одного вопроса. Тон телеграммы номер один от пятого марта был более ободряющим. Профессор Санчес инженер Сифуэнтес проверенный точка. Можете вербовать точка. Считаем люди с таким положением в обществе потребуют только оплаты непредвиденных расходов. Когда он прочел последнюю телеграмму у него совсем отлегло от сердца. Ниже следующая от АО вербовка 59205 дробь 1 утверждена но просим учесть намеченное вознаграждение ниже установленного европейского тарифа следует поднять до 25 повторяем 25 песса в месяц конец. А в это время Лопес кричал ему снизу вас спрашивает доктор Гассельбахер скажи что я занят я позвоню ему попозже он просит подойти сейчас же и голос у него странный Уормулд спустился вниз к телефону едва взяв трубку он услышал взволнованный какой-то постаревший голос раньше он никогда не замечал что доктор Гассельбахер старик прошу вас мистер Уормулд слушаю что с вами очень вас прошу придите ко мне сейчас же у меня неприятности где вы дома а что случилось Гассельбахер не могу сказать по телефону вы заболели ушиблись ах если бы дело было только в этом сказал Гассельбахер прошу вас придите за все годы их знакомства Уормулд ни разу не был у Гассельбахера дома они встречались в чудо-баре а в день рождения Милли в каком-нибудь ресторане лишь однажды когда у Уормулда был сильный жар доктор Гассельбахер заглянул к нему на улицу Лампарилья был еще такой случай как-то раз на скамейке бульвара Уормулд сидел с Гассельбахером и плакал рассказывая о том что мать Милли сегодня утром улетела в Майами дружба была прочной потому что они держались на расстоянии неразлучная дружба быстрее приходит к концу сейчас ему даже пришлось спросить у Гассельбахера его адрес разве вы не знаете с удивлением спросил тот нет пожалуйста приходите поскорее сказал Гассельбахер мне так тяжело одному но в этот вечерний час торопиться было невозможно в обиспо образовалась пробка и только через полчаса Уормулд добрался до ничем не примечательного 12-этажного дома из белесого камня где жил Гассельбахер 20 лет назад это было ультрасовременное здание но теперь его переросли и затмили стальные небоскребы западных кварталов дом этот строился во времена мебели из металлических трубок и первое что увидел Уормулд когда его впустил доктор Гассельбахер был стул из металлических трубок ему бросилась в глаза старая литография изображавшая какой-то замок на рейне доктор Гассельбахер постарел как его голос и дело было не в цвете лица или волос его морщинистая красноватая кожа также не могла измениться как кожа черепахи и ничто уже не в силах было побелить его волосы больше чем это сделали годы выражение лица вот что изменилось растоптано было его отношение к жизни доктор Гассельбахер перестал быть оптимистом как хорошо что вы пришли мистер Уормулд смиренно сказал он Уормулд вспомнил тот день когда этот старик увел его с бульвара и напоил в чудо баре болтая без передышки прижигая боль алкоголем смехом и неистребимым оптимизмом теперь Уормулд спросил что случилось войдите сказал Гассельбахер в гостиной среди стульев из металлических трубок царил хаос здесь видно похозяйничал какой-то малолетний пакостник взламывая одно опрокидывая другое коверкая или щадя по какому-то бессмысленному капризу третье фотографию группа молодых людей с пивными кружками в руках вытащили из рамки и разорвали в клочья цветная репродукция смеющегося кавалера висела над диваном нетронутой но на самом диване одна из трех подушек была распорта содержимое шкафа было раскидано по полу кругом валялись старые письма и щита а среди них точно выброшенная на сушу рыба лежала прядь белокурых волос перевязанная черной лентой но почему спросил уорнолд это еще не так страшно сказал гассельбахер пойдемте туда в маленькой комнате где гассельбахер устроил лабораторию все было перевернуто вверх дном среди обломков еще пылала газовая горелка доктор гассельбахер ее потушил он поднял пробирку ее содержимое было размазано по дну раковины вам не понять сказал он я пытался получить бактерии из ну все равно из чего я знал что у меня ничего не выйдет это была только мечта он тяжело опустился на высокий складной стул тот неожиданно подкосился под его тяжестью и гассельбахер грохнулся на пол кто-нибудь всегда бросит под ноги герою трагедии корку банан гассельбахер поднялся и отряхнул брюки когда это случилось мне позвонили по телефону и вызвали к больному я сразу почувствовал что-то неладное но нужно было идти я не мог позволить себе не пойти когда я вернулся я нашел то что вы видите кто это сделал не знаю неделю назад ко мне заглянул какой-то человек я его никогда раньше не видел он попросил меня оказать ему одну услугу но ты не имел отношения к медицине я сказал нет он спросил на чьей стороне мои симпатии востока или запады я пробовал отшутиться сказал что они где-то посередине гассельбахер добавил с укором несколько недель назад и вы задали мне тот же вопрос я ведь шутил гассельбахер знаю простите хуже всего то что они повсюду сеют подозрения гассельбахер уставился в раковину ребяческие мечты все это так я знаю флеминг открыл пенициллин случайно по вдохновению такая случайность невозможна без вдохновения с пожилым врачом средней руки подобных случайностей не бывает но им-то до этого какое дело какое им дело до того что мне хотелось помечтать ничего не понимаю что за всем этим кроется как по-вашему что-нибудь политическое какой национальности был тот человек он говорил по-английски вроде меня с акцентом в наши дни во всем мире люди говорят с каким-нибудь акцентом вы звонили в полицию откуда я знаю что он сам не был из полиции сказал доктор Гассельбахер они что-нибудь взяли да кое-какие документы важные не надо было их хранить это были старые документы 30-летней давности в молодости ввязываешься в разные дела нет такой жизни которая была бы совершенно безупречна мистер Уормулт но я думал что прошлое есть прошлое я был слишком большим оптимистом и вы и я не то что здешние люди у нас нет исповедания где можно похоронить дурное прошлое но что вы обо всем этом думаете и что они могут сделать еще занесут меня в какую-нибудь картотеку сказал доктор Гассельбахер им надо набить себе цену может быть на карточке они присвоят мне звание ученого-атомника а вы бы не смогли начать ваш опыт сначала что ж пожалуй мог бы но я никогда не верил в него по-настоящему а теперь все это ушло в канализационную трубу он отвернул кран чтобы ополоснуть раковину я не смогу отделаться от воспоминаний об этой гадости то была мечта а действительность вот она что-то похожее на поганку застряло в стоке Гассельбахер протолкнул слизь пальцем в трубу спасибо что пришли мистер Ормолд вы настоящий друг разве я могу вам помочь вы дали мне выговориться мне уже легче вот только из-за документов я побаиваюсь может быть они пропали случайно а может я просто не нашел их во всем этом хаосе давайте я помогу вам искать нет мистер Ормолд мне не хочется чтобы вы видели то чего я стыжусь они выпили по две рюмки в разгромленной гостиной и Ормолд ушел доктор Гассельбахер стоял на коленях под смеющимся кавалером и выметал мусор из-под дивана захлопнув дверцу своей машины Ормолд почувствовал как раскаяни скребется в его сердце словно мышь за стеной тюремной камеры но даст бог скоро он так выдрессирует свою совесть что сможет кормить ее из рук удавалось же это другим тем кого до него вербовали в уборных кто до него отпирал двери гостиниц чужим ключом получал инструкции о симпатических чернилах о новом применении Шекспира для детей Лэма у каждой шутки есть оборотная сторона чувство того над кем подшутили зазвонили колокола храма Санту Кристо голуби взмыли с крыш прямо в золотой вечер и закружили над лотерейными ловчонками улицы Орейли и над банками обиспо мальчики и девочки в черно-белой форме с черными ранцами неотличимые друг от друга как голчата ручейками потекли из школы святых младенцев возраст отделял их от мира взрослых от мира пятьдесят девять двести и их легковерие было совсем иного рода скоро придет домой Милли с нежностью подумал он какое счастье что она еще все верит в сказки в непорочное зачатие в образа святых проливающих слезы или твердящих во мраке слова любви готовные и же с ним были не менее легковерны но они принимали за чистую монету кошмары страшные вымыслы из фантастических романов нет играть так уж играть по крайней мере он доставит им удовольствие за их деньги он снабдит их для картотеки чем-нибудь почище экономического доклада Уормулд набросал черновик номер один от восьмого марта абзац А начинается во время моей поездки в Сантьяго я слышал из разных источников сообщения о крупных военных сооружениях в горах Ориента точка эти работы настолько обширны что не могут быть предназначены для борьбы с мелкими повстанческими отрядами которые там засели точка ходят слухи о расчистке больших участков точка маскируются лесными пожарами точка крестьян ряда деревень принуждают возить камень абзац Б начинается в баре гостиницы в Сантьяго познакомился с испанцем летчиком кубинской авиакомпании в состоянии сильного опьянения точка утверждает что на пути из Гавана в Сантьяго видел обширные бетонные площадки слишком большие для любых гражданских сооружений абзац В начинается 59200 дробь 5 дробь 3 сопровождавший меня в Сантьяго взял на себя опасное поручение и зарисовал возле военного штаба в Байяму необычного вида машин отправляемые в леса точка чертежи следует диппочта абзац Г начинается разрешите выплатить особое вознаграждение учитывая серьезный риск которым он подвергался и временно пристановить работу над экономическими докладами в связи с тревожным и важным характером сообщений из Ориента абзац Д начинается проверьте Рауля Домингеса кубинского пилота которого предлагаю завербовать в качестве 59200 дробь 5 дробь 4 Уормолт с жаром принялся зашифровывать свое послание вот уж не думал что я на это способен 59200 дробь 5 знает свое дело не без гордости подумал он его веселое настроение заразило даже Чарльза Лэм он остановил свой выбор на странице 217 строка 12 но я откину занавес и покажу вам картину разве она не хороша Уормолт вызвал из магазина Лопеса он вручил ему 25 песо и сказал вот деньги вперед за первый месяц он слишком хорошо знал Лопеса чтобы ожидать от него благодарности за лишние 5 песо он был обескуражен когда тот заявил да а на 30 песо можно было бы жить вы еще недовольны фирма вам платит большие деньги но требует много лишней работы сказал Лопес что за чушь какой работы личных услуг каких личных услуг она наверное потребует много лишней работы а иначе зачем бы вы стали платить мне 25 песо в денежных спорах Лопес всегда брал верх принесите мне из магазина один атомный котел сказал Уормолт у нас только один и есть в магазине вот и принесите его наверх Лопес вздохнул это что личная услуга да оставшись один Уормолт разобрал пылесос потом он сел за стол и принялся тщательно снимать с него чертежи позже откинувшись на спинку стула и разглядывая свои наброски пульверизатора отсоединенного от шланга игольчатой трубки наконечника и патрубка он задумался уж не зашел ли я слишком далеко он заметил что позабыл проставить размеры проведя черту он указал масштаб 3 фута в дюйме потом для сравнения нарисовал рядом с наконечником человека величиной в 2 дюйма он аккуратно одел его в темный костюм снабдил котелком и зонтиком когда Миля вернулась в этот вечер домой он все еще был занят своим донесением а на столе перед ним лежала большая карта кубы что ты делаешь папа первые шаги на новом поприще она заглянула ему через плечо ты хочешь стать писателем да сочинять фантастические романы тебе будут платить много денег прилично если я буду очень стараться каждую субботу придется сочинять по рассказу а ты будешь очень знаменитый вряд ли не в пример другим писателям я уступлю всю славу моим невидимкам невидимкам так называют тех кто пишет на самом деле хотя гонорар получает знаменитость в этом случае я буду писать на самом деле а моя слава достанется невидимкам но деньги-то будут платить тебе о да тогда я смогу купить шпоры безусловно безусловно охотничью охотничью фляжку все что хочешь а впрочем погоди что ты будешь туда наливать лимонад будь хорошей девочкой и принеси мне чистый лист бумаги инженер Сифуэнтес ужасный болтун интермедиа в лондоне как долетели спросил шеф немного помотало над озорскими островами ответил Гаторн на этот раз он не успел снять свой светло-серый костюм его срочно вызвали из Кингстона а в лондонском аэропорту уже ждала машина он сел поближе к радиатору парового топления все же временами не мог унять озноб что это за странный цветок у вас в петлице Гаторн совсем забыл про цветок он поднял руку к ладскому пиджака это кажется когда-то было орхидей недовлительно заметил шеф панамериканская авиалиния вылила нам это вчера вечером к ужину объяснил Гаторн он вынул из петлицы мятый лиловый лоскут и бросил его в пепельницу к ужину странно сказал шеф вряд ли это улучшило ваше меню лично я ненавижу орхидеи декадентские штучки кажется был какой-то тип который носил в петлице зеленые орхидеи я ее туда сунул чтобы освободить поднос он был весь заставлен горячие пирожки шампанское компот томатный суп жареные курицы и мороженое кошмарная смесь надо было лететь на самолете британской авиакомпании у меня не было времени заказать билет да тут дело срочное наш человек в Гаване присылает последнее время довольно тревожные донесения отличный работник сказал Гатор не отрицаю побольше бы таких единственное чего я не пойму как американцы до сих пор ничего не пронюхали а мы запрашивали их сэр конечно нет я боюсь что они разболтают может они боятся что разболтаем мы шеф спросил а эти чертежи вы с ними ознакомились я не очень разбираюсь в таких вещах я сразу же их переслал ну так взгляните на них сейчас как следует шеф разложил чертежи на столе Гатор нехотя оторвался от радиатора и его тут же охватил озноб что с вами вчера в Кингстоне было 92 градуса кровь у вас стала жидковата наши холода пойдут вам на пользу ну что скажете Гаторн принялся разглядывать чертежи они ему что-то ужасно напоминали но что он испытывал какое-то странное беспокойство вы помните сопроводительные донесения сказал шеф источник дробь 3 кто он такой по-моему инженер Сифо Эмдес понимаете даже он был озадачен при всей своей технической эрудиции эти машины транспортировались на грузовиках из армейского штаба в Баяма к границе лесов там их погрузили на Мулов и повезли по направлению к тем загадочным бетонным площадкам что говорят в министерстве авиации они взволнованы очень взволнованы ну и конечно весьма заинтересовались а как атомники им мы еще не показывали вы же знаете что это за народ начнут придираться к деталям кричать что все это не очень точно что размеры трубы не те или что она направлена не в ту сторону нельзя требовать чтобы агент восстановил по памяти все детали мне нужны фотографии гаторн это нелегкое дело сэр надо их раздобыть во что бы то ни стало любой ценой знаете что мне сказал сэвидж у меня доложу я вам просто волосы встали дыбом он сказал что один из чертежей напоминает ему гигантский пылесос пылесос гаторн согнулся над столом и припал к чертежам его снова пробрал озноб прямо мурашки по коже пробегают правда но это же невозможно сэр гаторн говорил с таким жаром точно на карту была поставлена его собственная карьера не может это быть пылесосом что угодно только не пылесос дьявольская игрушка верно сказал шеф остроумно просто и чертовски ловко придумано он вынул черный монокль голубое младенческое око отразило свет лампы и на стене над радиатором забегал зайчик видите эту штуку она в 6 раз больше человеческого роста похоже на гигантский пульверизатор а это что она вам напоминает двусторонний наконечник уныло сказал гаторн что такое двусторонний наконечник они бывают у пылесосов вот видите опять пылесос гаторн кажется мы напали на след такого крупного дела рядом с которым сама водородная бомба будет выглядеть оружием обычного типа разве мы этого хотим сэр конечно хотим тогда люди перестанут столько о ней болтать что же вы предполагаете сэр я не ученый сказал шеф но поглядите на этот громадный резервуар ведь он наверно выше деревьев наверху что-то вроде огромной оскаленной пасти обратите внимание на трубопровод он здесь намечен пунктиром почем нам знать может он тянется на много миль от гор до самого моря знаете говорят русские работают над каким-то новым изобретением что-то связанное с солнечной энергией и морскими испарениями понятия не имею что у нас тут но уверен дело грандиозное передайте резиденту что нужны фотографии просто ума не приложу как ему подобраться поближе пусть наймет самолет и забьется с курса над этим районом не сам конечно пусть пошлет дробь 2 или дробь 3 кто такой дробь 2 профессор Санчес но самолет непременно обстреляют весь этот район патрулируется военной авиацией вот как в самом деле ищут мятежников ну это не так говорят знаете Гатерн какое у меня возникло подозрение да сэр никаких мятежников вообще не существует все это миф правительству понадобился предлог чтобы объявить район закрытым пожалуй вы правы сэр для всех нас будет лучше если я ошибаюсь радостно сказал шеф боюсь я этих штук готов ей богу боюсь он снова вставил монокль и зайчик на стене исчез когда вы были здесь в прошлый раз вы говорили с миссис Дженкинсон насчет секретаря для 59 205 да сэр у нее не было ничего подходящего но она считает что одна из ее девушек Беатриса пожалуй сойдет Беатриса да чего же противно что их называет по именам подготовку она прошла да пора отдать резиденту в Гаване помощников все это не по плечу одному человеку да еще без специальной подготовки пожалуй пошлите и радиста а не лучше ли мне сначала съездить самому я бы мог познакомиться с обстановкой поговорить с ним о том о сем а конспирация Гаторн мы не можем сейчас подвергать его опасности провала если ему дать радиопередатчик он будет сноситься непосредственно с Лондоном не нравится мне эта связь через консульство да я не тоже не в восторге а как же его донесение сэр придется ему наладить что-то вроде курьерской связи с Кингстоном можно использовать кого-нибудь из его камовияжеров пошлите ему указание с секретаршей вы ее видели нет сэр повидайте немедленно проверьте подходит ли она может ли взять на себя всю технику введите ее в курс дела его фирмы старый секретарша придется уйти поговорите с АО насчет небольшой пенсии слушай сэр сказал Гаторн можно мне взглянуть еще раз на эти чертежи вас кажется заинтересовал вот этот что вы о нем скажете похоже на быстродействующую соединительную муфту мрачно сказал Гаторн когда он был уже у двери шеф бросил ему вдогонку знаете Гаторн все это прежде всего ваша заслуга мне как-то говорили что вы плохо разбираетесь в людях но у меня на этот счет было свое мнение браво Гаторн спасибо сэр он уже взялся за ручку двери Гаторн да сэр а вы не нашли той старой записной книжки нет сэр может ее найдет Беатриса часть третья глава первая Уормалду никогда не забыть этой ночи Милле исполнилось 17 лет и он решил повезти ее в тропикан хотя в кабаре и нужно проходить через угорные залы тропикана все же безобиднее чем националь эстрады площадка для танцев находятся под открытым небом на огромных пальмах во 20 футах над землей раскачивались девушки а розовые и лиловые лучи прожекторов скользили попол певец в ярко-голубом фраке пел по-англо-американски о прелестях Парижа потом рояль задвинули в кусты и девушки спустили с ветвей как пугливые птицы как это похоже на орденский лес с восторгом сказала Милле дуэни с ней не было она исчезла после первого же бокала шампанского не думаю чтобы в орденском лесу были пальмы или танцовщицы ты все понимаешь буквально папа вы любите Шекспира осведомился у Милле доктор Гассельбахер нет не люблю слишком уж он поэтичен помните как это у него входит гонец направо двинулся с войсками герцог мой тогда мы с радостью пойдем за ним на бой да какой же это Шекспир очень похоже на Шекспира Милле не болтай глупостей по-моему Морденский лес тоже из Шекспира сказал доктор Гассельбахер да но я читаю только Шекспира для детей Лэма он выбросил всех гонцов кое-каких герцогов и почти всю поэзию вы проходите Лэма в школе нет я нашла книгу у папы вы читаете Шекспира для детей мистер Уорнолд спросил с некоторым удивлением доктор Гассельбахер нет нет что вы разумеется нет я купил эту книгу для Мили почему же ты так рассердился когда я ее взяла я не рассердился просто не люблю когда ты роешься в моих вещах в вещах которые тебя не касаются можно подумать что я за тобой шпионю сказал Мили Мили детка пожалуйста не будем ссориться в твой день рождения ты совсем не обращаешь внимания на доктора Гассельбахера отчего вы сегодня такой молчаливый доктор Гассельбахер спросил Мили наливая себе второй бокал шампанского дайте мне как-нибудь вашего ЛМа Мили мне тоже трудно читать настоящего Шекспира какой-то очень маленький человек в очень узком мундире помахал им рукой вы чем-то расстроены доктор Гассельбахер чем я могу быть расстроен в день вашего рождения дорогая Мили разве только тем что прошло так много лет а 17 это очень много лет для меня они прошли слишком быстро человек в узком мундире подошел к их столику и отвесил поклон лицо его было изрыто оспой и напоминало разъеденные солью колонны на приморском бульваре он держал в руках стул который был чуть пониже его самого папа папа это капитан сигура разрешите присесть не дождаясь ответа у ормолда он расположился между мили и доктором Гассельбахером я очень рад познакомиться с отцом мили сказал он сигура был наглецом но таким непринужденным и стремительным что не успевали вы на него обидеться как он уже давал новый повод для возмущения представьте меня вашему приятелю мили это доктор Гассельбахер капитан сигура не обратил на доктора Гассельбахера никакого внимания и наполнил бокал мили он подозвал лакея еще бутылку мы уже собираемся уходить капитан сигура сказал у ормолд ерунда вы мои гости сейчас только начало первого у ормолд задел рукавом бокал он упал и разбился в дребезге как и надежда повеселиться сегодня вечером человек другой бокал склонившись к милле и повернувшись спиной к доктору Гассельбахеру сигура стал напевать в полголоса я сорвал в саду розочку вы очень плохо себя ведете сказал мили плохо по отношению к вам по отношению ко всем нам папа сегодня празднует мой день рождения мне уже семнадцать а мы его гости они ваши ваш день рождения тогда вы безусловно мои гости я приглашу к нашему столику танцовщиц нам не нужно никаких танцовщиц сказал мили я попал в немилость да а сказал он с видимым удовольствием это потому что я сегодня не ждал около школы чтобы вас подвезти но иногда я вынужден вспомнить о службе в полиции человек скажите дирижеру чтобы сыграли туш с днем рождения поздравляю не смейте сказал мили как вы можете быть таким таким пошляком я пошляк капитан сегура расхохотался от души какая она у вас шалунья сказал он уормалду я тоже люблю пошалить вот почему нам с ней так весело она мне рассказывала что у вас есть спортсигара с человеческой кожи если бы вы знали как она всегда меня этим дразнит я ей говорю что из ее кожи получится прелестной доктор гасильбахер резко поднялся пойду погляжу на рулетку сказал он я ему не понравился спросил капитан сегура может быть он ваш старый поклонник мили очень старый поклонник он наш старый друг сказал ормолд но мы с вами мистер ормолд знаем что дружба между мужчиной и женщиной не бывает мили еще не женщина вы судите как отец мистер ормолд ни один отец не знает своей дочери ормолд смирил взглядом расстояние от бутылки шампанского до головы капитана сегуры у него появилось мучительное желание соединить эти два предмета друг с другом за столиком позади капитана совершенно незнакомая у ормолду молодая женщина серьезно и одобрительно кивнула ему головой он взялся за бутылку шампанского и она кивнула снова ормолд подумал что она наверное так же умна как и хороша если безошибочно читает его мысли он позавидовал ее спутникам двум летчикам и стюардессе голландской авиакомпании пойдемте потанцуем мили сказал капитан сегура сделайте вид что вы меня простили я не хочу танцевать клянусь завтра я буду ждать вас у монастырских ворот ормолд беспомощно махнул рукой словно хотел сказать у меня духа не хватит помогите молодая женщина внимательно за ним следила ему казалось что она обдумывает создавшуюся ситуацию и всякое ее решение будет окончательным потребует немедленных действий она выпустила из сифона немного содовой воды в свой бокал с виски ну пойдемте жемили не надо портить мой праздник это не ваш праздник а папин какая вы злопамятная неужели детка вы не понимаете что работа иногда бывает важнее даже у вас молодая женщина за спиной капитана сегура повернула носик сифона в его сторону не надо невольно сказал ормолд не надо носик сифона был направлен вверх прямо в шею капитана сегура палец она держала наготове ормолду стало обидно что такая хорошенькая женщина смотрит на него с презрением он сказал да пожалуйста да и она нажала на рычажок струя содовой воды с шипением ударила капитана сегуру в затылок и потекла ему за воротник откуда-то из-за столиков послышался голос доктора Гассельбахера браво капитан сегура выругался извините сказала молодая женщина я хотела налить себе виски себе виски хейга с ямочками сказала она милле захихикала капитан сегура сухо поклонился глядя на его маленькую фигурку трудно было догадаться как он опасен ведь только выпив понимаешь как крепок напиток доктор Гассельбахер сказал мадам у вас пустой сифон позвольте принести вам другой голландцы за ее столиком переговаривали с смущенным шепотом пожалуй мне опасно доверять такую вещь как сифон сказала молодая женщина капитан сегура выдавил на своем лице улыбку казалось она появилась не на том месте где надо так случается с зубной пастой когда лопнет тюбик в первый раз в жизни мне выстрелили в спину сказал он я рад что стреляла женщина он отлично вышел из положения вода все еще капала у него с волос а воротничок превратился в тряпку в другое время я захотел бы взять реванш добавил он но мне давно пора в казарм надеюсь мы еще увидимся я не собираюсь уезжать сказала молодая женщина вы приехали отдохнуть нет работать если у вас будут затруднения с визой многозначительно сказал он приходите ко мне до свидания мили до свидания мистер уормолд я скажу лакею что вы мои гости заказывайте все что хотите такой уход делает ему честь заметила молодая женщина ваша меткость делает честь вам ударить его бутылкой шампанского было бы пожалуй слишком кто он такой его зовут кровавым стервятником он пытает заключенных сказала мили кажется я с ним подружилась на вашем месте я бы на это не очень рассчитывал сказал доктор Гассельбахер они сдвинулись столики оба летчика поклонились и назвали трудно произносимые фамилии доктор Гассельбахер сказал голландцам с нескрываемым ужасом вы пьете кока-колы ничего не поделаешь в 3.30 мы вылетаем в Монреаль Ормолд заметил расплатить будет капитан Сигура давайте закажем еще шампанского и еще кока-кола кажется я уже больше не могу пить кока-кола а ты Ганс я бы выпил стаканчик Болса Болс голландский джин сказал тот который был помоложе не раньше Амстердама твердо заявила стюардесса молодой пилот шепнул Уормолду я хочу на ней жениться на ком на мисс Пфунг а она она не хочет старший голландец сказал у меня жена и трое детей он расстегнул верхний карман вот он протянул Уормолду цветную фотографию на которой девушка в туго облегающем желтом свитере и купальных трусиках пристегивала коньки на свитере было написано мамба клуб а ниже Уормолд прочел гарантирую массу удовольствий 50 красавиц вы не останетесь в одиночестве кажется вы ошиблись это не тот снимок сказал Уормолд молодая женщина у нее были каштановые волосы и насколько можно было разглядеть при неверном освещении карие глаза сказала давайте потанцуем я не важно танцую не беда он прошел с ней круг да вы были правы сказала она то что они играют называется румба это ваша дочь да какая хорошенькая вы только что приехали да команда самолета решила кутнуть а я пошла с ними я здесь никого не знаю ее голова доходила ему до подбородка и он чувствовал запах ее волос иногда они касались его губ он почему-то огорчился заметив у нее на пальце вручальное кольцо она сказала моя фамилия Северн Беатриса Северн моя Уормолд значит я ваш секретарь сказала она то есть как у меня нет никакого секретаря нет есть разве они вам не сообщили о моем приезде нет ему не нужно было спрашивать кто они но я сама отправляла телеграмму я действительно получил какую-то телеграмму на прошлой неделе но ничего в ней не понял а какое у вас издание Шекспира для детей Эвремен черт они мне дали не то издание понятно что в телеграмме было все перепутано но я рада что вас нашла я рад хотя немного удивлен где вы остановились в Инглотеррии но завтра я перееду куда ну конечно к вам в контору мне все равно где спать устроюсь в одном из кабинетов там нет никаких кабинетов у меня очень маленькая контора но есть же комната для секретаря у меня никогда не было секретаря миссис Саверн зовите меня Беатрисой они считают что этого требует конспирация конспирация что же мы будем делать если у вас даже нет комнаты для секретаря давайте сядем какой-то человек во фраке в этих тропических зарослях он напоминал английского колониального чиновника который и в джунглях переодевается к обеду вышел вперед и запел почтенные люди живут вокруг они все осмыслят отмерят взвесят они твердят что круг это круг и мое безрассудство их просто бесит они твердят что пень это пень что на небе луна на дереве листья а я говорю что ночь это день и нету во мне никакой корысти ты не верим прошу тебя перевод Самойлова они сели за пустой столик в глубине игорного зала до них доносилось постукивание шаров рулетки она снова напустила на себя серьезность через которую проглядывало смущение девушки впервые надевшей бальные платья если бы я знала что я ваш секретарь сказала она я бы ни за что не окатила из сифона полицейского без вашего разрешения не огорчайтесь меня ведь послали сюда чтобы вам стало легче а не наоборот капитан Сигура нам не опасен я получил отличную подготовку знаю шифровальное дело и микрофотографию я могу взять на себя связь с вашей агентурой а вы так хорошо себя проявили им будет обидно если вы сорветесь пускай лучше это произойдет со мной а мне было бы обидно если бы вы сорвали не понимаю простите я думал о другом да сказала она раз телеграмма была искажена вы ничего не знаете и о радисте не знаю он тоже остановился в Англотере его укачало придется найти жилье и ему если его укачивать то может быть возьмите его счетоводом он изучал бухгалтерию но мне не нужен а вот у меня даже бухгалтера нет не ломайте себе голову завтра утром я все устрою для того меня сюда и послали у вас что-то есть вы мне напоминаете мою дочь сказал Уорнолд а вам помогают новены какие новены не знаете слава богу хоть за это человек во фраке как раз кончил свою песню а я говорю что зима это май и нету во мне никакой корысти голубые лучи прожекторов превратились в розовые и танцовщицы снова взобрались на свои пальмы за столами для игры в кости раздавался неумолчный стук а Милли и доктор Гассельбахер счастливые как дети пробирались на площадку для танцев судя по всему Сигуре так и не удалось разбить их надежду повеселиться глава 2 Уормал проснулся чуть свет ему было слегка не по себе после шампанского а фантастические происшествия вчерашней ночи уже вторгались в его деловое утро Беатриса сказала что он хорошо себя проявил ее устами говорили Гаторн и все эти люди он огорчился подумав что она как и Гаторн принадлежит к тому же выдуманному миру что и его агенты его агенты он сел за свою картотеку нужно было чтобы к ее приходу карточки выглядели как можно достовернее теперь ему казалось что некоторые из его агентов уж слишком неправдоподобны профессор Санчес и инженер Сифуэнтес безнадежно запутались в его сетях и он не мог от них избавиться оба уже вытянули по 200 песо на текущие расходы Лопес тоже прочно занял свое место пьяный летчик кубинской авиалинии получил приличное вознаграждение 500 песо за сведения о строительстве в горах но пожалуй его еще можно было ликвидировать как человека не вполне благонадежного был тут и главный механик Схуана Бельмонте который пил испанский коньяк в Сиен-Фуэгасе эта личность казалась вполне реальной к тому же он получал всего 75 песо в месяц но были другие которые как он опасался могли не выдержать серьезной проверки например Родригес который значился у него на карточке королем ночных притонов или Тереса танцовщица из Шанхая зарегистрированная как любовница министра обороны и одновременно директора почт и телеграфа не удивительно что ни о Родригесе ни о Тересе Лондон ничего предусудительного сказать не мог пожалуй лучше ликвидировать Родригеса ведь каждый кто хоть немножко знает Гавану рано или поздно усомнится в его существовании но расстаться с Тересой просто душа не позволяла она была его единственной шпионкой его Мата Хари Мата Хари авантюристка состоявшая на службе у германской разведки и расстрелянная французскими властями во время Первой мировой войны трудно было себе представить что новый секретарь когда-нибудь попадет в Шанхай где каждый вечер в перерывах между выступлениями голых танцовщиц показывает три порнографических фильма рядом с ним села Милли что это за карточки спросила она клиентура кто это вчерашняя девушка она будет моим секретарем очень уж ты стал важный она тебе нравится еще не знаю ты же не дал мне с ней поговорить вы были так заняты вашими танцами и флиртом я с ней не флиртовал она хочет за тебя выйти замуж господи с чего ты взяла а ты хочешь на ней жениться Милли не говори глупостей я только вчера с ней познакомился Мари одна француженка она учится у нас в монастыре говорит что всякая настоящая любовь это любовь с первого взгляда так вот о чем вы разговариваете в монастыре конечно надо же думать о будущем прошлого то у нас нет о чем нам еще разговаривать а вот у сестра Агнессы есть прошлое у какой сестра Агнессы я тебе о ней рассказывала она такая грустная и красивая Мари говорит что в молодости у нее была несчастная любовь с первого взгляда это она сама рассказала Мари конечно нет но Мари знает у нее самой было уже две несчастных любви с первого взгляда они поразили ее сразу как гром среди ясного неба я уже стар мне такие вещи не угрожают не зарекайся один старик ему было почти пятьдесят познакомился с матерью Мари и с ним случилась любовь с первого взгляда и он был тоже женатый как ты моя секретарша замужем так что все будет в порядке она на самом деле замужем или соломенная вдова не знаю не спрашивал а по-твоему она красивая довольно красивая в своем роде снизу крикнул Лопес пришла дама говорит что вы ее ждете скажите чтобы она поднялась наверх имей ввиду я останусь пригрозила ему Милли здравствуйте Батриса вот Милли глаза ее были того же цвета что и ночью и волосы тоже в конце концов все это не было наваждением шампанское и пальма тут были ни при чем нет подумал он она настоящая доброе утро надеюсь вы хорошо спали произнесла Милли голосом своей Дуэнни нет мне снились всякие ужасы Батриса перевела взгляд Суормолда на картотеку потом на Милли а вчера я веселилась от души добавила она с сифоном у вас получилось здорово великодушно сказала Милли мисс мисс Северн ну пожалуйста зовите меня Батрисой вы замужем спросила Милли с наигранным любопытством была замужем он умер понятия не имею он испарился да ну с такими людьми как он это бывает а какой он был Милли тебе пора идти и неприлично задавать такие вопросы мисс Северн Батрисе в моем возрасте заявила Милли нужно учиться на опыте старших вы совершенно правы таких как он обычно называют людьми возвышенными тонкой натурой мне он казался очень красивым у него было лицо как у птенца который выглядывает из гнездышка знаете в одном из этих научно популярных фильмов даже вокруг кадыка у него рос пушок кстати у него был довольно большой кадык беда была в том что ему уже стукнуло 40 а он все еще выглядел птенцом женщины были от него без ума он то и дело ездил на всякие конференции ЮНЕСКО в Венецию Вену и тому подобное у вас есть сейф мистер Ормолд нет а потом спросила Милли я просто стала видеть его насквозь в буквальном смысле слова он был такой тощий что казалось будто он просвечивает я так и видел у него во внутренности зал заседаний со всеми делегатами а докладчик встает и кричит дайте нам свободу творчества за завтраком это было очень неприятно и вы даже не знаете жив он или умер в прошлом году был еще жив я читал и в газетах что он делал доклад в Таурмине на тему интеллигенции водородная бомба вам необходимо иметь сейф мистер Ормолд зачем нельзя чтобы все валялось на столе кроме того старому негоцианту так уже полагается кто сказал что я старый негоциант у них в Лондоне создалось о вас такое представление я сейчас же пойду и достану вам сейф мне пора сказала Милли ты будешь вести себя хорошо папа ты понимаешь о чем я говорю день выдался на редкость утомительный сперва Беатриса приобрела огромный сейф с секретом для его доставки потребовались шесть человек и грузовик когда сейф втаскивали по лестнице сломали перила и сорвали со стены картину на улице собрала столпа там было несколько мальчишек из соседней школы две красивые негритянки и полицейский Ормолд посетовал что такая суматоха привлекает внимание но Беатриса возразила что самый верный способ избежать подозрений это не прятаться вот например вчерашняя история с сифоном сказала она теперь все меня запомнят как же та самая женщина которая окатила полицейского содовой никто больше не станет интересоваться кто я такая уже все ясно пока возили с сейфом подъехало такси из него вышел молодой человек и выгрузил самый большой чемодан какой у Ормолду когда-либо приходилось видеть это Руди сказала Беатриса какой Руди ваш щитовод я же вам вчера говорила слава богу сказал Ормолд кажется я запомнил не все что было вчера пойди сюда Руди передохни какой толк звать его сюда сказал Ормолд куда сюда он здесь не поместится он может спать в конторе сказала Беатриса там не хватит места для кровати сейфа и моего письменного стола я достану вам стол поменьше больше не мутит Руди это мистер Ормолд наш хозяин Руди был очень молод и очень бледен пальцы его пожелтели не то от никотина не то от кислот он сообщил ночью меня орвало два раза рентгеновская трубка сломалась ничего не поделаешь прежде всего надо устроиться ступай купи складную кровать слушай сказал Руди и исчез одна из негритянок протиснулась к Беатрисе и заявила я британская подданная я тоже откликнулась Беатриса рада с вами познакомиться вы та самая девочка которая облила водой капитана Сигуру почти что так я на него брызнула из сифона негритянка повернулась и объяснила это толпе по-испански несколько человек принялись аплодировать полицейский смущенно удалился негритянка сказала вы очень красивая девочка мисс вы тоже красивая откликнулась Беатриса помогите ко мне с этим чемоданом они взяли за чемодан Руди одна стала его тащить другая подталкивала сзади простите говорил какой-то человек с трудом пробираясь через толпу виноват простите что вам нужно спросила Беатриса разве вы не видите что мы заняты приходите в другой раз но мне хотелось купить пылесос ах пылесос тогда заходите сможете перелезть через чемодан Уормолд крикнул Лопесу займитесь им и ради всего святого постарайтесь сбыть ему атомный котел мы еще не продали ни одного вы будете здесь жить спросила негритянка я буду здесь работать спасибо за помощь нам британцам надо стоять друг за друга сказала негритянка грузчики которые устанавливали сейф спускались по лестнице они плевали себе на ладони и вытирали их штаны чтобы показать как тяжело было тащить эту громаду Уормолд дал им на чай поднявшись наверх он грустно оглядел свой кабинет беда была в том что в комнате как раз оставалось место для складной кровати это мешало ему избавиться от Руди Руди не будет держать свои вещи сказал он он привык к походной жизни но на худой конец тут есть ваш письменный стол переложите в сейф бумаги из ящиков а Руди положит туда свои вещи я никогда не открывал сейфа с секретом это так просто надо только выбрать три числа которые вы сможете запомнить какой у вас номер почтового отделения не знаю ну номер телефона нет это ненадежно всякий взломщик сразу догадается ваш год рождения 1914 а число 6 декабря вот и пусть будет 19 6 14 ну этого я не запомню вам так кажется не можете же вы забыть когда вы родились теперь следите за мной вы поворачиваете ручку четыре раза против часовой стрелки потом ставите ее на 19 поворачиваете три раза по часовой стрелке потом ставите на 6 потом два раза против часовой стрелки потом на 14 потом кругом и сейф заперт теперь вы открываете его точно так же 19 6 14 и вот пожалуйста открыт в сейфе лежала дохлая мышь товар с гнильцой сказала Беатриса надо было мне потребовать скидку она стала распаковывать чемодан Руди вытаскивая из него части рации батареи фотопринадлежности какие-то таинственные трубки засунутые в мужские носки как вы ухитрились все это протащить через таможню а мы не протаскивали вещи привез нам из Кингстона 59 200 дробь 4 дробь 5 кто он такой контрабандист креол занимается контрабандой кокаина опиума маригуана разумеется таможенники с ним заодно они и на этот раз полагали что он провозит обычный груз сколько нужно наркотиков чтобы набить такой чемодан да нам пришлось таки раскошелиться переложив сейф содержимое стола она проворно убрала в ящике пожитки Руди рубашки немного помнутся заметила она что поделаешь ну и пусть мнутся а это что такое спросила она беря карточки которые он утром с таким пристрастием рассматривал моя агентура вы оставляете карточки на столе ну на ночь я их запираю у вас довольно туманное представление о конспирации она взглянула на одну из карточек кто такая Тереса танцовщица она танцует голая совсем голая да вам повезло Лондон хочет чтобы связь с агентами я взяла на себя вы меня как-нибудь познакомите с Тересой когда она будет не совсем голая Уормолд сказал не думаю чтобы она захотела работать на женщину вы же их знаете нет не знаю это вы их знаете а вот инженер Сифуэнтес Лондон о нем очень высокого мнения что ж и он по-вашему не захочет работать на женщину он не говорит по-английски а что если мне брать у него уроки испанского это была бы неплохая маскировка он такой же красивый как Тереса у него на редкость ревнивая жена ну с женой это я наверное справлюсь конечно глупо ревновать человек в таком возрасте а сколько ему лет 65 к тому же у него брюшко так что ни одна женщина на него и смотреть не станет если хотите я спрошу у него насчет уроков это не к спеху можно и подождать начну пожалуй с другого профессор Санчес когда я была замужем мне приходилось иметь дело с интеллигентами он тоже не говорит по-английски ну он-то наверное знает французский а моя мать была француженка я свободно говорю на двух языках не знаю как у него обстоит дело с французским я выясню послушайте вам не следовало бы заносить все эти имена на карточки открыто представьте себе что вами заинтересуется капитан Сигура мне бы не хотелось чтобы с брюшка инженера Сифуэнтуса содрали кожу для портсигара просто запишите какие-нибудь приметы под их номерами чтобы легче было запомнить 59200 дробь 5 дробь 3 ремневая жена и брюшко я перепишу все карточки а старый сожгу черт где у нас целлулоид целлулоид ну да чтобы побыстрее жечь бумаги а должно быть Руди засунул его в рубашки сколько вы возите с собой всякой дряни теперь нам надо оборудовать темную комнату у меня нет темной комнаты в наше время их нет ни у кого я была к этому готова вот штор и красный фонарь ну и конечно микроскоп зачем нам микроскоп для микрофотографии видите ли если случится что-нибудь действительно срочное о чем нельзя будет сообщить в телеграме а Лондон ждет от нас непосредственных донесений минуя Кингстон это сэкономит время микрофотографию можно послать обыкновенным письмом вы приклеиваете ее вместо точки а там письмо держат в воде пока точка не отклеится вы ведь наверное напишите домой деловые письма посылаете деловые письма я посылаю в Нью-Йорк а друзьям и родственникам за последние 10 лет я как-то ото всех оторвался кроме сестры впрочем к Рождеству я посылаю поздравительные открытки а если нам некогда будет ждать Рождества иногда я посылаю марки маленькому племяннику вот-вот как раз то что надо можно наклеить микрофотографию на оборотную сторону одной из марок Руди поднимался по лестнице сгибаясь под тяжестью складной кровати и картина на этот раз была добита окончательно Беатриса и Ормолд вышли в соседнюю комнату чтобы освободить ему место они уселись на кровать у Ормолда послышался стук и ляск потом что-то разбилось Руди у нас такой неуклюжий сказала Беатриса окинув взглядом комнату она добавила ни одной фотографии никаких следов личной жизни да мне в этом смысле нечем похвастать у меня вот только Милли и доктор Гастельбахер Лондон не одобряет доктора Гастельбахера оно его к черту ваш Лондон отозвался Ормолд ему вдруг захотелось рассказать ей о разгроме учененном в квартире доктора Гастельбахера и о конце его бесплодных опытов он сказал такие люди как ваши дружки в Лондоне простите вы ведь одна из них и вы тоже да конечно и я тоже Руди крикнул из соседней комнаты готово мне бы хотелось чтобы вы не были одной из них сказал Ормолд жить то ведь надо это не настоящая жизнь все это шпионство шпионить за кем тайные агенты раскрывают то что и так знают все на свете или просто все выдумывают сказала она он запнулся а она продолжала невозмутимо мало ли у кого жизнь не настоящая изобретать новую мыльницу из пластмасса сочинять тупые шутки для эстрады писать стишки для рекламы быть членом парламента ораторствовать на конференциях ЮНЕСКО но деньги за все это платят настоящие и то что бывает после работы тоже настоящее вот например ваша дочь и ее день рождения они настоящие а что вы делаете после работы сейчас ничего особенного но когда была влюблена мы ходили в кино пили кофе в кафе летом по вечерам гуляли в парке но почему все это кончилось сберечь в жизни что-то настоящее можно только тогда когда этого хотят оба а он все время играл роль воображал себя великим любовником иногда мне даже хотелось чтобы он хоть ненадолго стал импотентом это сбило бы с него спесь нельзя любить и быть таким самоуверенным если любишь всегда боишься потерять то что любишь правда она вдруг спохватилась а черт зачем я вам все это говорю пойдемте лучше делать микроснимки и писать шифровки она заглянула в дверь орудий уже лег наверное его опять тошнит неужели человека может тошнить так долго а нет у вас комнаты где бы не было кровати кровать всегда располагает к откровенности она заглянула в другую дверь стол накрыт холодное мясо и салат два прибора кто здесь хозяйничает какая-нибудь фея по утрам приходит часа на два прислуга а что в той комнате это комната милле но там тоже есть кровать голова третья положение было пиковое как на него не посмотри уормал теперь уже привык выписывать деньги на непредвиденные расходы для инженера сифуэнтеса и для профессора жалование себе главному механику с хуанта бельмонта и голой танцовщице Тересе с пьяницей летчиком обычно расплачивали с ящиками виски деньги уормалт откладывал на свой текущий счет когда-нибудь милле понадобится приданное чтобы оправдать все эти расходы ему понятно приходилось регулярно сочинять донесения с помощью большой карты и очередного номера тайм уделявшего немалое место кубе в своем отделе стран западного полушария с помощью различных правительственных изданий по экономическим вопросам а главное с помощью своей фантазии он умудрялся сочинять одно донесение в неделю до приезда Беатрисы он посвящал этим сочинениям субботние вечера профессор был его экономическим экспертом а инженер Сифуэнтес занимался таинственными сооружениями в горах Ориенты его сообщения иногда подтверждались а иногда и опровергались кубинским летчикам опровержение придавали тому что писал у Ормолд оттенок достоверности главный механик сообщал об условиях труда в Сантьяго Матансасе Сиен-Фуэгасе и осведомлял о беспорядках на военных кораблях что касается голой танцовщицы то она поставляла пикантные подробности частной жизни и половых изысков министра обороны и директора почт и телеграфа ее сведения были как две капли воды похожи на сплетни из жизни кинозвезд которые печатались в журнале Confidential поскольку воображение у Ормолда в этой области было бедновато теперь когда приехала Беатриса у Ормолда помимо субботних литературных упражнений появилось много новых хлопот дело не ограничивалось кратким курсом микрофотографии которые он проходил с Беатрисой по ее настоянию надо было выдумывать телеграммы чтобы как-нибудь занять руки а чем больше телеграмм посылал у Ормолд тем больше он их получал в ответ не проходила неделя чтобы Лондон не докучал ему запросами о сооружениях вариенты и с каждой недели Беатриса все настойчивее добивалась передачи ей агентурных связей по ее словам резиденту категорически воспрещалось самому встречаться со своими источниками однажды он пригласил ее пообедать в загородный клуб и как назло кто-то вдруг громко вызвал инженера Сифуэнтеса из-за соседнего столика поднялся очень высокий худой человек на глазу у него было бельмо это и есть Сифуэнтес? резко спросила она да но вы же мне сказали что ему 65 лет он очень молодо выглядит и вы говорили что у него брюшко вы меня просто не поняли я сказал что у него брошка здесь так называют бельмо он чуть было не попался затем она стала интересоваться более возвышенным порождением фантазии у Ормолда кубинским летчиком она с увлечением принялась дополнять записи о нем в картотеке и требовала все новых и новых подробностей Рауля Домингеса без сомнения окружал ореол романтики жена его погибла во время гражданской войны в Испании а теперь он разочаровался и в политике и в своих бывших коммунистических друзьях чем чаще Беатриса расспрашивала о нем у Ормолда чем больше обогащался характер Рауля тем сильнее ей хотелось с ним познакомиться иногда Ормолд чувствовал укол ревности и пытался очернить летчика в ее глазах этот пьянчуга выдувает целую бутылку виски в день говорил у Ормолд наверное ищет забвение от одиночества и тоски отвечала Беатриса а вам разве никогда не хочется забыться должно быть иногда нам всем этого хочется я то знаю что такое одиночество сказала она с сочувствием он пьет с утра до ночи нет роковое время для него два часа ночи если он к этому времени проспится его начинают донимать мрачные мысли и тогда он снова принимает цепить у Ормолда самого удивляло как быстро он находит ответ на любой вопрос о своих героях казалось они живут где-то на пороге его сознания стоит ему только повернуть выключатель и зажить свет они уже тут как тут и сами начинают действовать вскоре после приезда Беатрисы Рауль праздновал день рождения и она предложила подарить ему ящик шампанского он к нему и не притронется сам не знаю почему возразил у Ормолд у него повышенная кислотность как только он выпьет шампанского у него появляется сыпь а вот профессор наоборот тот не пьет ничего другого аристократический вкус дурной вкус не задумываясь откликнулся у Ормолд он предпочитает шампанское испанских марок иногда его даже пугало как эти люди без его ведома вырастали из мрака небытия что там делает Тереса у него за спиной он боялся об этом подумать порой его возмущали ее бесстыдные откровения когда она рассказывала о своей жизни с двумя любовниками но самого неотступного внимания требовал Рауль бывали такие минуты когда у Ормолд казалось что куда проще было бы иметь дело с настоящими агентами мысль его лучше всего работала в ванне однажды утром когда он был погружен в свои размышления до него донесся какой-то шум возмущенные возгласы стук кулаком в дверь сердитый топот по лестнице но захваченный творческим порывом он был равнодушен к миру который скрывала от него облако пара кубинская авиакомпания уволила Рауля за пьянство он был в отчаянии работы нет у него произошло неприятное объяснение с капитаном Сигурой тот ему угрожал с вами ничего не случилось донесся снаружи голос Беатрисы вы не утонули может быть взломать дверь он затрапировался полотенцем и вышел в спальню которая служила ему теперь и кабинетом Милли ушла в бешенстве сообщила Беатриса ей так и не удалось принять ванну настал исторический момент сказал Уормолт где Руди вы же сами отпустили его на субботу и воскресенье ничего пошлем телеграмму через консульство достаньте шифровальную книгу она в сейфе напомните мне секрет когда ваш день рождения ведь кажется мы остановились на дне рождения 6 декабря я все переменил свой день рождения да нет же я говорю о секрете он добавил назидательно чем меньше людей его знают тем лучше для всех нас достаточно если его знаем Руди и я самое важное это действовать по всем правилам он пошел в комнату Руди и принялся крутить ручку 4 раза налево 3 раза направо полотенце упрямо сползало с бедер кроме того каждый может узнать мой день рождения он ведь указан в бланке для прописки крайне опасно это как раз та цифра о которой они подумают прежде всего еще один поворот сказала Беатриса этот секрет не разгадает никто надежнее быть не может ну как готовы я кажется ошибся придется начать сначала да секреты в самом деле разгадать трудно пожалуйста не смотрите и не говорите мне под руку меня это нервирует Беатриса отошла и повернулась лицом к стене скажите когда можно будет смотреть попросила она странная история должно быть эта проклятая штука сломалась позвоните Руди по телефону не могу куда я ему позвоню он уехал на пляж в Орадеро ах черт может быть вы мне скажете как вы придумали эту цифру если только вы можете вспомнить это телефон сестры моей бабушки вы помните ее адрес Оксфорд Вудсток Роуд 96 но почему именно сестры вашей бабушки а почему бы и нет пожалуй можно запросить справочную Оксфорда сомневаюсь чтобы они нам помогли а как ее фамилия фамилию я тоже забыл да нечего сказать секрет надежный мы всегда звали ее просто бабушка Кэт между прочим она уже 15 лет как умерла а номер телефона мог измениться непонятно зачем вы взяли именно ее телефон разве с вами не бывает что какой нибудь номер телефона запоминается вам на всю жизнь кажется этот номер запомнился вам не слишком твердо сию минуту припомню там что-то вроде семерки еще семерки пятерки тройки и девятки о господи неужели в этом проклятом Оксфорде пятизначные номера мы можем попробовать все сочетания цифр семь семь пять три девять а вы знаете сколько их что-то около шестисот надеюсь у вас не очень спешная телеграмма я уверен во всех цифрах кроме семерки превосходно которой семерки кажется теперь нам придется испробовать что-то около шести тысяч сочетаний точно не скажу я не математик Руди вероятно где-нибудь записал этот номер надеюсь на непромокаемой бумаге чтобы она не размокла во время купания что и говорить хозяйство у нас образцовое а если нам воспользоваться старым кодом это небезопасно ну что поделаешь после долгих поисков они нашли Шекспира для детей у кровати Милли судя по загнутой странице она дошла до половины двух веронцев пишите телеграмму начал Ормолд пропустите число марта неужели вы даже не помните сегодняшнего числа ниже следующее от 59200 дробь 5 абзац а начинается 59200 дробь 5 дробь 4 уволен за пьянство при исполнении служебных обязанностей опасается высылки в Испанию где его жизнь будет в опасности точка бедняга Рауль абзац б начинается 59200 дробь 5 дробь 4 а нельзя ли просто он ладно он он может при создавшихся условиях согласиться пролететь на частном самолете над секретными сооружениями и сфотографировать их за соответствующее вознаграждение и право убежища на Ямайке точка абзац В начинается ему придется вылететь из Сантьяго и здесь в Кингстоне если 59200 обеспечит посадку наконец-то мы кажется взялись за дело заметила Беатриса абзац Г начинается прошу утвердить 500 долларов за прокат самолета для 59200 дробь дробь 4 точка еще 200 долларов для подкупа аэродромного персонала в Гаване точка абзац Д начинается вынужден дать 59200 дробь 5 дробь 4 приличное вознаграждение в связи с серьезным риском перехвата самолетами патрулирующими над горами Ориента точка предлагаю 1000 долларов точка какая аппетитная круглая сумма сказала Беатриса конец принимайтесь за дело что вы копаетесь хочу найти подходящую фразу я не очень люблю Шекспира для детей а вы 1700 долларов мечтательно произнес Уормолт надо было довести ее до 2000 а О любит круглые цифры боюсь показаться слишком расточительным сказал Уормолт 1700 долларов наверняка хватит на то чтобы Милли могла пробыть год в одной из школ для благородных девиц в Швейцарии у вас такой самодовольный вид сказала Беатриса а вам не приходит в голову что вы посылаете человека на верную смерть вот-вот этого-то как раз я и хочу подумал Уормолт передайте им в консульстве сказал он что телеграмма должна пойти вне всякой очереди телеграмма длинная сказал Беатриса как вы думаете такая фраза подойдет он представил королю Полидора Кадвала и объявил ему что это два его пропавших сына Гвидерий и Арверак не правда ли Шекспир бывает скучноват через неделю он пригласил Беатрису поужинать в ресторане возле порта где подавались только рыбные блюда запрошенную сумму утвердили урезав ее на 200 долларов так что пристрастие АО круглым цифрам все же сказалось Уормолт представлял себе как Рауль едет на аэродром впереди опасный полет но финал еще неизвестен как и в подлинной жизни всякое может случиться герой начнет своевольничать его схватят еще до того как он сядет в самолет задержит полицейская машина он исчезнет в застенках капитана Сигуры в печати об этом не появятся ни строчки Уормолт предупредит Лондон что прекращает радиосвязь так как Рауля могут вынудить их выдать отправив последние сообщения они разберут передатчик и спрячут части Целлулойд будет на готове чтобы придать все огню а может быть Рауль вылетит благополучно и они так никогда и не узнают что же стрясло с ним над горами Ориента во всей этой истории ясно было одно Рауль не прилетит на Ямайку и не доставит никаких снимков о чем вы задумались спросила Беатриса он еще не притронулся к фаршированному Амару я думал о Рауле с просторов Атлантики задул свежий ветер замок Моро по ту сторону бухты выселся как океанское судно прибитое к берегу шторма вы за него беспокоитесь конечно беспокоюсь если Рауль вылетит в полночь он сядет в Сантьяго для заправки как раз перед рассветом там у него свои ребята ведь в провинции Ориента каждый мятежник в душе потом как только рассветет и можно будет снимать но еще до появления в воздухе патрульных самолетов он полетит в разведку над горами и лесами а у него сейчас нет запоя обещал что пить не будет впрочем кто его знает бедня Гарауль бедня Гарауль жизнь его не баловала вам следовало познакомить его с Терресой он кинул на нее испытующий взгляд но судя по всему она была занята Амаром хороша конспирация а ну ее к черту вашу конспирацию после ужина они пошли домой по Авенидо де Массео держась подальше от моря в эту дождливую ветреную ночь здесь было мало прохожих и еще меньше автомобилей валы набегали и разбивались о дамбу брызги перелетали через широкую дорогу где днем в четыре ряда шли машины и падали дождем у подножья изрытых солью и ветром колон тучи несли с востока Уормулт подумал что и его как эти камни гаваны разъедает ветер времени пятнадцать лет немалый срок может быть один из оконьков вон там наверху это он произнес Уормулт как ему должно быть одиноко ну это литература сказала она он остановился как вкопанный под одной из колонн и бросил на нее тревожный взгляд что вы сказали да ничего иногда мне кажется что вы смотрите на ваших агентов как на марионеток или героев романа но ведь там наверху живой человек верно вы плохо обо мне думаете простите я не хотела вас обидеть расскажите о ком-нибудь кто вам по-настоящему дорог о вашей жене расскажите о ней она была красивая вы по ней скучаете конечно когда я ее вспоминаю а я не скучаю по Питеру кто это мой муж человек из ЮНЕСКО значит вам повезло вы свободны он взглянул на часы на небо сейчас он должен быть над Матансасом если все благополучно это вы ему дали маршрут что вы он сам выбирает свой путь а свою смерть его снова что-то испугало в ее тоне какая-то враждебность неужели она его подозревает он ускорил шаг они миновали бар Кармен и Чача Клуб с крикливыми вывесками намалеванными на ветких ставнях старинного фасада из полумрака выглядывали красивые лица карие глаза и темные волосы испанок желтая кожа метисок они стояли лениво прислоняясь к решетке тщетно поджидая не появится ли на залитой солеными брызгами улице хоть одна живая душа жить в Гаване это жить на огромной фабрике где беспрерывным потоком выпускают женскую красоту но Уормулт не хотел никакой красоты он дошел до фонаря остановился и прямо посмотрел в ее правдивые ясные глаза он хотел правды куда мы идем спросил он разве вы не знаете разве все не решено заранее так же как полет Рауля я просто гуляю а вам не хочется посидеть у рации Руди дежурит ничего нового не будет до самого рассвета а что ночное сообщение о гибели самолета над Сантьяго у вас не предусмотрено губы его пересохли от соли и тревоги она обо всем догадалась значит она донесет Гаторну что сделают тогда они у них не было законных способов расправиться с ним но они могли помешать ему вернуться в Англию он подумал теперь она улетит следующим самолетом все войдет в прежнюю колею и так будет даже лучше ведь жизнь его принадлежит Милли не понимаю что вы хотите сказать пробормотал он большая волна разбилась Адамбу и выросла над набережной как рождественская елка покрытая пластмассовым инием потом она исчезла и другая елка выросла возле Насионаля вы сегодня весь вечер какая-то странная сказал он незачем тянуть если игра все равно подходит к концу лучше положить карты на стол на что вы намекаете значит не будет аварии на аэродроме или в пути как я могу это знать а у вас весь вечер такой тон будто вам все известно заранее вы говорите о нем не так как говорят о живом человеке вы сочиняли ему эпитафию как плохой писатель выдумывающий эффектную развязку ветер с силой толкнул их друг к другу она сказала неужели вам не надоело подвергать людей опасности ради чего ради игры в духе boys on paper boys on paper английский журнал для юношества печатающие детективные романы вы ведь тоже играете в эту игру я не верю в нее как верит Гаторн она добавила с яростью лучше быть последним жуликом чем дураком или желторотом птенцом зачем вам все это нужно разве вас не кормят ваши пылесосы нет у меня есть Милли а что бы с вами было если бы не появился Гаторн он сделал слабую попытку отшутиться пришлось бы наверное жениться на богатой а вы могли бы еще раз жениться она твердо решила продолжать серьезный разговор право не знаю сказал он ведь Милли не считала бы второй брак законным а я не могу рисковать уважением дочери а что если нам пойти домой и посидеть у рации но вы же сами сказали что не ждете никаких сообщений не раньше чем через три часа уклончиво ответил он вероятно он будет радировать перед посадкой как ни странно ему и самому все это начинало действовать на нервы словно он и вправду ждал какое-то вести от взбудораженного ветром неба она сказала вы даете мне слово что ничего не подстроили он промолчал и они повернули назад к темному дворцу президента где со времени последнего покушения президент уже больше не ночевал навстречу им опустив голову чтобы спрятать лицо от брызг шел доктор Гассельбахер он видно побывал в чудо-баре и теперь брел домой доктор Гассельбахер окликнул его Уормулт старик посмотрел на него на миг Уормулту показалось что он сейчас от них убежит что случилось Гассельбахер Ах это вы мистер Уормулт а я как раз о вас думал легок черт на помине он пробовал шутить но Уормулт готов был поклясться что доктору и в самом деле померещилась нечистая сила вы почему так Доктор Гассельбахер разлил виски. Может быть, эту карточку сорвали со стены Громилы? Я не знал, что вы служили в армии, Гассельбахер. Когда началась война, я бросил свои занятия медициной. Показалось очень уж глупым лечить людей, чтобы их поскорее убили. Надо лечить, чтобы люди жили подольше. Когда вы уехали из Германии, доктор Гассельбахер, спросила Беатриса? В 1934. Нет, я не повинен в том, в чем вы меня подозреваете, моя юная дама. А я не это имела в виду. Тогда простите. Мистер Уормлд вам скажет, было время, когда я не знал, что такое подозрительность. Хотите послушать музыку? Он поставил пластинку из Тристана и Изольды. Уормлд подумал о жене. Она теперь казалась ему еще менее реальной, чем испанский летчик. И не вызывала мысли ни о любви, ни о смерти, только о Women's Home Journal. Буржуазный журнал для женщин. О бручальном кольце с бриллиантом и обезболивании родов. Он посмотрел в другой угол комнаты на Беатрицу Северн. А вот это принадлежало к тому же миру, что и роковое, любовное зелье. Безотрадный путь из Ирландии, разлука в лесу. Вдруг доктор Гассельбахер поднялся и выдернул вилку из штепселя. — Простите, — сказал он, — я жду звонка, а музыка звучит слишком громко. — Вызов к больному? — Не совсем. Он снова разлил виски. Вы возобновили ваши опыты, Гассельбахер. — Нет, — он безнадежно оглядел комнату. — Извините, у меня больше нет содовой воды. — Я не разбавляю, — сказала Беатрица. Она подошла к книжным полкам. — Вы читаете что-нибудь, кроме медицинских книг, доктор Гассельбахер? — Очень мало. Гейн, Гёте. — Все только немцев. — А вы читаете по-немецки, миссис Северн? — Нет, но у вас есть и английские книги. — Я получил их от одного пациента вместо гонорара, но, кажется, даже не открывал. Вот ваш бокал, миссис Северн. Она отошла от полок, взяла бокал. — Это ваша родина, доктор Гассельбахер? Она разглядывала цветную литографию конца прошлого века, висевшую рядом с портретом молодого капитана Гассельбахера. — Там я родился, да. Это крошечный городок, старые крепостные стены развалены замка. — Я была в этом городе, — сказала Беатриса, — перед самой войной, с отцом. Ведь это рядом с Лейпцигом. — Да, миссис Северн, — сказал Гассельбахер, уныло наблюдая за ней, — это рядом с Лейпцигом. Надеюсь, русские его не тронули. В переднюю раздался телефонный звонок. Доктор Гассельбахер неохотно поднялся. — Извините, мисс Северн, — сказал он. Выйдя в переднюю, он закрыл за собой дверь. — В гостях хорошо, а дома лучше, — сказала Беатриса. — Вы, может, хотите сообщить в Лондон, но я его знаю 15 лет, а здесь он живет уже больше 20. Это старый добряк, мой лучший друг. Открылась дверь, и вернулся доктор Гассельбахер. — Простите, — сказал он, — я что-то неважно себя чувствую. Может быть, вы зайдете послушать музыку в другой раз? Он тяжело опустился на стул, взял бокал и снова поставил его на место. На лбу его блестели капельки пота, но ведь и ночь была сегодня сырая. — Неприятные новости? — спросил Уормалд. — Да. — Я чем-нибудь могу помочь? — Вы? — сказал доктор Гассельбахер. — Нет, вы мне помочь не можете. — Ни вы, ни миссис Северн. — Это больной? — доктор Гассельбахер покачал головой. Он вынул носовой платок и вытер лоб. — Кто же из нас теперь не больной? — сказал он. — Мы, пожалуй, пойдем. — Да, ступайте, я был прав. — Людей надо лечить, чтобы они жили подольше. — Не понимаю. — Неужели никогда люди не жили мирно? — спросил доктор Гассельбахер. — Простите меня. Говорят, что доктора привыкают к смерти, но я, видно, плохой доктор. — Кто-то умер? — Несчастный случай. — Вообще обыкновенный, несчастный случай всего-навсего. Несчастный случай. По дороге на аэродром разбилась машина. Один молодой человек, и он вдруг закричал в бешенстве. — Ведь всегда происходят несчастные случаи повсюду. Вот и это, наверное, тоже несчастный случай. Он слишком любил выпить. — А его случайно не звали Рауль? — спросила Беатриса. — Да, — ответил доктор Гассельбахер. — Его звали Рауль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok